Продолжение следует... Продолжение следует... Тем не менее, добрый день всем, без исключения. Сегодня тема по нашему объявлению «Добро и зло» главная. Кто победит все-таки? Я вчера на телевидении сказал, что... Да, слышно хорошо везде? Или вот так лучше? Да. То, что в двух словах объяснить в наше такое непростое время, почему все-таки я верю, что добро победить, это не голословное заявление. На то есть основания достаточно глубокие, потому что люди, которые находятся в состоянии веры, настоящей веры, я не думаю о тех, которые посещают храм и считают, что на этом их, скажем, миссия духовная заканчивается. Дело не в храме, потому что даже в Библии написано «Не сотвори себе кумира и не поклоняйся всему, что создала человеческая рука и в дословный пол. Ибо храм внутри вас». Так говорил Иисус, так и говорил один из апостолов. Что это такое? Что это за храм внутри нас? Это душа. То есть дух, даже если точнее говорить, дух, который сотворен Богом. Потому что мы обращаемся к Нему, Отче наш, в молитвах. Значит, действительно, Духовный Отец, настоящий, это не аллегория и не вымысел. Это действительно наш Отец. А мы живем практически всю сознательную жизнь, свое очень долгое на земле время, против Его воли, то есть против самих себя. Богу мы навредить не можем, но себе с утра до вечера вредим. Отсюда, если по-настоящему говорить о том, что такое добро и зло, то добро — это высшая мирополезность. Это присоединение к тому закону, который, собственно, и есть наш Дух. То есть Дух — это матрица законов. И если мы вернемся, собственно, на Духу и будем жить по Его интересам, у нас прекратятся все проблемы на земле. Но ведь кому-то очень хочется, чтобы этого не было. Тем не менее, люди-то все в природе одинаковые, духовные. В чем же дело? Дело в том, что в свое время, это было очень давно, в Иблии упоминается, это как грехопадение. Грехопадение состоялось из-за того, что чем все больше и больше, стал жить рассудком, то есть головной мозг взял верх над душой. Это совершенно разные вещи. Рассудок обслуживает настолько на земле. Наши глаза, уши, обоняние, осязание — это все, что касается материи, в том числе и материального звука, колебаний воздуха и так далее. А все, что касается колебаний души, относится к совершенно другой сфере. Там и любовь, там и надежда, там и вера. И вот люди думают, что они верят, если они там ходят и икону целуют, они там соблюдают праздники какие-то, или посты, и все. И так это поглядывает иногда робко вверх, вот какой Господи, наверное, это замечает. А Богу это не нужно. Не нужны ни наши голодовки, ни наши вот эти все материальные телодвижения, скажем так. И крест, даже если мы осеняем себя руками крестом, мы должны соответствовать этому, иначе мы лицемеры. Потому что когда мы крестимся и говорим, «Онче наш, там, в молитве, да святится имя Твое, да будет воля Твоя». Ведь мы говорим, да будет воля Твоя, а сами живем в своей кривой воле, то есть в грехе. Вот я уже два раза подхожу к этой теме, так что ж такое грех тогда? Ведь многие достойные люди считают, что они почти безгрешны. И это великое заблуждение. В свое время, когда у меня стала получаться борьба с некими потусторонними, скажем, нашими проявлениями, и мне это удалось, а потом я попытался убедить людей, и очень хороших людей, в том, чтобы они тоже меняли свой характер. И они мне сказали, «Юн Николаевич, вы обращаетесь вот к темам, моральным уродам, а мы-то люди хорошие, зачем нас воспитывать?» Я говорю, «Вы святой человек?» Сразу говорю, «Святой, так живущий по закону Божьему. Это и есть святой. А есть ли у нас святые на земле?» Навряд ли. Даже те, которых мы знаем, как таких светочей, в том числе и на Руси, такие как Серпий, там Серафим и так далее, они тоже говорили, что они не святые. Это их, скажем так, сотворили из них что-то. Потому что они сами говорили, что долгов перед Богом у нас еще много. Они понимали, что они до конца еще, до некой абсолютно чистой планки еще не дошли. Просто очень модно заполнять пустоту каких-то процессов вот этими именами. А на самом деле это не совсем так все. Вот и грех, если его графически изобразить, чтобы было понятно. Надо исходить из того, что представляет из себя человек. Нарисуем тело. То есть человек может грехи творить телом, ударить кого-то, украсть. Ну, много есть вариантов. Вот он может слово плохое сказать, и не обязательно, это грубо. Он может очень ласково обманывать, интриговать и так далее. Это грех. Слово — это грех тела. Но есть еще и мысли, есть еще и чувства, такие как зависть, тщеславие, то есть гордыня, ревность, обида, раздражение, гнев, ну, уныние там и так далее. Много есть всяких эмоций, и оттенков, и смесей. Вот сразу говорю, что чувства примерно, примерно в 400 раз быстрее, чем скорость мысли. А скорость мысли, напоминает, вы, наверное, это знаете, 300 точек в секунду, это электромагнитные колебания, генерируемые мозгом. Так вот, если это обозначить С, то чувства 400С, то есть это значительно быстрее. И наука, в принципе, к этому уже вышла несколько десятилетий назад, в 20 веке, что они разобрались, что как сосуществует в человеке. Этот параметр, эта скорость волны, на этом построена гипноз, это концентрация мыслей, а эзотерические все и прочие там дела, это концентрация чувств. Вот здесь вот работают экстрасенсы, в этом поле или в этом и так далее. Но напоминаю, что сфера чувства, сфера мысли, так же как сфера звука и тела, очень сильно людьми испачкана. Мы живем на Земле многие миллионы лет. Это доказала современная археология, которую наш научный олимп игнорирует. А почему игнорирует? Потому что очень многие из инсертаций свои и звания академические завоевали именно на достаточно ложном фундаменте. И сейчас этот фундамент трещит по швам, но если признать свою неправоту, тогда можно сказать, что мы не очень умные товарищи, а гордыни этому не позволяют. Поэтому идет борьба вот этого псевдо-олимпа с настоящим знанием. Так было всегда на Земле. И что получается? Что человек, вот допустим, один собирательный образ землянина, генерирует и зависть, и тщеславие, и обиды, и раздражения, и ревность, и уныние, и жестокосердие, и так далее. Это чувственность. При таком наборе чувств, естественно, зависть, тщеславие порождает определенный строй мысли. Если хочет человек, ну, поменьше работать, а побольше получать, то есть деньги, естественно, начинает думать, зачем мне там в поле работать, или у станка, или даже инженером что-то сидеть там. Зачем, когда можно создать какую-то пирамиду и быстро разбогатеть, купить себе яхту, замок в Испании, и так далее. Сейчас это как раз очень многие озабочены. Поэтому сначала начинается вот это, а потом переходит в плоскость планирования. Уже земной мозг начинает формировать замысел. А потом уже начинаются слова, вот, завлекалочки, приходите ко мне, мы вам проценты большие дадим, и так далее. А потом уже и дела. Откуда ноги растут у всех этих событий? Отсюда. Поэтому Иисус говорил, держите очаг молоса в чистоте. Это цитата. Не помыслы, а очаг помыслов. Сначала возникает зависть, а зависть от тщеславия, потому что я хочу, чтобы у меня самый лучший автомобиль был, самый красивый дом был, красивее, чем у всех. А если у меня этого не получается, тогда я хочу, чтобы те, у кого это получается, чтобы у них все сгорело и так далее. Человек может даже не думать так, он говорит, мне стыдно завидовать, а на самом деле зависть есть, он ее даже не регистрирует. А почему? Да потому что мозг, это как раз то место, где сатана нами правил через мозг. Поэтому по-черномырдински, я его процитирую, хотели как лучше, а получали как всегда. Почему? Да потому что мы хотим вроде хорошего, а мозг нам этого не дает. Мозг начинает оправдывать все наши проступки или наши улей. И в конце концов мы приходим к разбитому корыту. И вот в свое время, в 1994 году, в 1994 год, моя попытка, потому что, если рисовать, скажем, меня как человека, меня настолько окружили тяжелые обстоятельства накануне, то есть это был 1993-1994 год, что у меня такое ощущение, как небо с обчинку, здоровье все разваливалось, в Карьере ничего не получалось, я приехал за границу накануне, и несколько месяцев попытка вжиться в новый вариант России. Пять лет я был в Сирии до этого. Надо либо воровать, либо быть совершенно, едва-едва, концы с концами сводить. И вот дилемма, что делать. Я попал был найти. Думал, как вот найти тот вариант, чтобы достойно жить, но в то же время не приступать к закону. Примерно все нравственно, не говоря уже в уголовном. И я тогда обратился, условно рисуя бесконечность, это символ как бы, что Бога мы изобразить не можем, и так далее. Вот я обратился, и через какое-то время вот этого, тут очень сильного напряжения, душевного, получил ответ. Я даже тогда не понял, что это со мной беседует. Что ты просишь? Я говорю, я хочу быть здоровым человеком, и хочу, чтобы, по крайней мере, в России было нормальное правительство, и не мешало нам жить. Я говорю, ну что ж, тогда избавляйся от чего? Я говорю, у тебя есть обида, у тебя есть там, тщеславие, у тебя есть страхи, у тебя есть там, раздражение, уныние бывает, бывают ревности немножко. Я говорю, ну ладно, плохо тщеславие, ревность, почему здесь обида? Почему она греховна-то? Я говорю, разбирайся, если ты хочешь что-то добиться. И попытка разобраться в этом привела к чему? К тому, что мозг начал протестовать. Я даже не сразу это понял. Только я настраиваюсь на диалог вот этот, а меня, ну, понять, почему, скажем, такие эмоции являются грехом по отношению к закону. А грех — это преступление, то есть это незаконное действие, какое-то противозаконное, вернее. Попытка понять это в логике, потому что мозг требует логической основы. Почему это грех? Это правильно, потому что пока нет логического обоснования, что это так, это так. Я не могу принять эту теорию. Это может быть только голая вера, априори. Но мозг требует знания, логического знания. Попытка привести через мозг к этому знанию себя же не получалась. День, бьюсь, два, три. И в конце концов я понял, что все мои инженерные исследования или решения каких-то бытовых задач меня никто не лишает. У меня мозг прекрасно работает. Но как только я начинаю делать попытку разобраться в том, что мешает мне идти вверх и освободить душу от всего этого, тут же начинается в мозгу такое, как вихрь, мешает мне думать. Не могу настроиться, не могу собрать и заставить себя думать на эту тему. И я очень быстро стал понимать, что мои мозги мне не принадлежат. Значит, кто же мешает мне думать так, как я хочу? И в свое время я очень много фантастики читал в молодости и в детстве. Мне это помогло. Я вспомнил одну книгу, как там экстрасенсы воевали, и один блокировал воздействие другого. Я это применил, у меня получилось. Потом я попробовал концентрироваться на неких предметах, не так вот на них визуально, а просто просматривать, как видеофильм в воображении, как они создаются, эти предметы. И я смотрю, меня немножко блокирует стало вот это вот нашествие ненужное. Я потренировался небольшое время, и в конце концов мозг заработал на эту тему. Поэтому вот те, кто приходят иногда ко мне на семинары, я вам это объясняю достаточно подробно и глубоко, как это сделать. Прежде всего, надо мозги свои, то есть поле мысли, подчинить своей душе, а значит свету. Иначе она всегда будет подчиняться тьме. А что такое тьма? За многие миллионы лет человеческое существо натворило столько вот этих форм чувственных и мысленных, невидимых для нашего зрения физического, что вот этот слой грязный нас просто окружил. Представляете, сколько народу на земле жило за все времена? Еще раз говорю, это многие миллионы лет. Представляете, какая сгущенка нас окружает? Прорваться через нее очень сложно, поэтому в свое время во времена Христа и до Него понадобилось крещение, а до этого крещения ведь не было, потому что тьма была не настолько плотной. Крещение понадобилось для того, чтобы воля Божия, все речь Духа Святой, это одно и то же, пришла на помощь одинокой человеческой воле, которая не способна одной правиться отсюда. Крещение не искупает грехи, как некоторые, как Веси говорят. Крещение открывает врата. Вот тебе врата, вот путь входи, и защита тебе будет. Тьма тебе не одолеет при одном условии. Если ты изо всех сил борешься со своими грехами, по-настоящему, искренне. Грехи новые. Методику я тоже, может, частично сегодня упомяну попозже. А старые грехи, как искупаются, я к ним пришел тоже опытным путем. Вот когда-то нарисовал себе свою жизнь. Это прошлое, это пока гипотетическое будущее. Вот мне веков вперед. В прошлом, конечно, я грешник. И не только здесь и здесь. Хотя здесь почти не было грехов, но вот здесь было много. Вот. Я понимаю, что моя первая карта, если можно так сказать, судьба, она испачкана. Что сеешь, товарищ, что и жнешь. Не важно, как твоя фамилия, национальность или конфессия, главное, если ты творишь неправду, то есть против закона Божьего, а это все против законное, то тогда тебе сторится и воздается ответ. В этом есть высшая справедливость святого мира. А люди, грешники, вы знаете, что все до единого грешники. То есть у вас есть тоже это. Есть за что ответить. А когда приходит возврат, то есть возмездие, это закон кармы, как его индусы называют, а причина средственная закон наука, говорит. Есть причина преступления, обязательно будет наказание, от Бога не уйдешь. Это не продажная церковь, недоступен звон зла от этого закона. Отсюда, когда человек получает возмездие, ему это сильно не нравится. Когда вам хамят, когда не уступает место там пожурому человеку, или вас обманывают везде, где попало, и вас плохо лечат врачи, или откровенно милиция игнорирует, скажем, не защищает вас. Вот сейчас это наваливается все больше и больше. Почему? Потому что если человек единожды сотворил грех, даже один раз, получил ответ в виде возмездия, как он на него реагирует? Гнев, обида, в крайнем случае уныние. А как он должен реагировать? Если я преступник, повинную голову меч не сечет. Что тогда Иисус предложил для вам, цитирую Библию, прощайте и прощены будете. Это обращается в том числе и к вам, Христос. Прощайте. А прощать надо вот здесь, когда вам пришла беда, ибо вы ее заслужили. Это заслуженная кара. Если вы, скажем, украли что-то и вам, условно, скажем, два года дали за это, сильно вы обижаетесь на это, нормально все, говорят, да, я виноват. Пусть так будет. А вот когда вот эти вот законы, мы приступаем в этих сферах, она на нас падает, мы этого не признаем и не понимаем даже. Это невежество. Это невежество в духе. А невежество это производное от лени, не физическое, не интеллектуальное, а духовное веки. Человек не хочет разбираться в этих вопросах. А когда я даже объяснишь вот это все, он начинает понимать, с какой глыбой проблем он сталкивается и начинает сразу руки опускать. а этого тоже делать нельзя. Потому что вся судьба в наших руках. То есть судьба, вот она. В корне слова суд. Нас жизнь судит. А мы, говоря, это даже не понимаем, суть слова. Вот моя судьба. И меня жизнь всегда судила. Пока я не понимал этого, я тоже обижался на своих руководителей, которые нечистоплотные были, которые постоянно там проталкивали своих каких-то родственников и так далее. Мне говорят, что уж я должен работать, а какие-то совершенно без денег и будут за это получать что-то. Вот было обидно. Вот, но как только я встал под это знамя, я научился прощать. Не сразу, конечно, инерция была большая. Но прошли несколько месяцев и мне удалось вот это все понять. То есть, если я признаю себя грешником, душевно признаю, не на словах, но я грешник и так далее, так многие бы у меня в храм приходят, я грешник, Господи, прости меня и так далее. А на самом деле искреннего покаяния нет. Потому что, если я покаялся вот в этом и сказал, Господи, прости меня за это. Люди, которым я, когда-то принес какие-то беды, неприятные моменты, я прошу прощения. Искренне от всей души. Если это покаяние произошло, почему же ты, человек, продолжаешь жить в таком же ключе? Почему? Это все равно такое покаяние равнозначно подметанию, вот как в армии у нас, листья каждый день два раза надо подметать под деревом, листья падают, мы их опять подметаем. Потому что, если человек продолжает грешить, следовательно, он покаялся в своих преступлениях и продолжает их совершать. Кто потакает этому? Кто потакает? Приходите к нам, вам грехи простим. Ни одно существо на земле, в какой бы ранге он духовном ни находился, какую бы парчу ни надевал, и кресты на себе хоть вот такой величины, он ни одной пылимки не может отпустить человека в грехе. это все придумано в средние века, в конфессиональных каких-то сферах. Грех отпускается по Христу, прощайте и прощенебуйте. Проверил я, что пока я не стал прощать реально от души, то что прекратить обиду, это и есть простить. А как я ее прекращал? Я сказал, ну, если я виноват, и меня кто-то предал или обокрал, ну, что сделаешь, уже произошло. Значит, в этом справедливейшем мире, который построил Бог, я в чем-то виноват. И я перестал обижаться, я перестал раздражаться и стал признавать право закона на мое наказание. Я с ним согласился. Я перестал рождавать тем самым с Богом. Называется это все смирение. Смирение перед теми моментами судьбы, которые мне даны. И теперь каждый день, которые мне даны, ну, что заслужил, то и получаю. Но зато за эти 18 лет, которые я прожил эту причину, жизнь совершенно изменилась. Я почти перестал болеть. То есть, ну, немножко эти моменты бывают. В судьбе нет напряжения никакого. То, что я там голодный остался, я абсолютно уверен в ней. Почему? Если я вместо плохого стал сеять хорошее, оно же тоже стоится и воздается. То есть, сеять и зерно вместо колючика. И вы получите это, проверил я, достаточно было полгода, чтобы убедиться, что это действует. А через 2-3 года я окончательно убежден. То есть, моя вера перешла в другую фазу, в убежденность. И мозг стал прекрасно работать на эту тему. И я его вывел из повлияния тьмы. Еще раз напоминаю, тьма – это те миллиарды и миллиарды грехов, как их называли предки, без страха, без тщеславия, без уныния, без обилия, без зависти. Эти бесы, которые от нас миллиардами крутятся и на веревочке, с нами живут рядом. Почему? А мы их, папа и мама. Мы их сотворили. И уничтожить одного беса можно только вот так, смирением. Потому что ни один из них просто так с нас не слезет, пока мы не искупим вину, вину с искуплением. Только так прощается грех человека. Еще раз напоминаю, это Иисус сказал, прощайте и прощали будете. Он дал ключ, вот он, Он дал ключ к прощению прошлых грехов. Другого прощения не бывает. Назовите мне человека, который ходил в храмы, получает там регулярное прощение, который выздоровел и получил другую судьбу. Я таких не знаю. Я очень много беседовал с такими людьми, которые думают, что они верующие, думают, что они вот там и там получат освобождение от этого. Нет? Не получают. После того, как у меня стала меняться судьба, то есть, через полгода заметил, что здоровье моё стало улучшаться. Через два-три года вообще тяжелые болезни закончились все. Я сердце болел, и суставы, и сосуды, и все стало прекращаться. Дальше заработки пошли без особого напряжения. Я считал, жить нормально. И тогда, и дальше Библию, я уже тогда Библию стал читать, там написано, не ищите, во что одеться, чем питаться, так поступают язычники. Ищите Царство Небесное, остальное все приложится. Ибо Отец Небесный знает все ваши нужды. Что такое Царство Небесное для нас? Для человека такой, ну как, какой-то такой сказочный вариант на уровне сказки о Царе Салтане, какое-то Небесное Царство. Но ведь, что я нашел? Я нашел дорогу сюда, в это Царство. Ведь эти слова сказаны две тысячи лет назад. Тогда не о физике, не о химии, особенно, то есть, современный лексик, он не приемлем. А сейчас можно осовременить, в другом тексте это передать. Вот оно, Царство Небесное. И если разогнать вот это черное облако, то у тебя крепнет связь к собственной душе, а значит, с Богом. Покаяние, работа над собой, уничтожение вот этого всего. Каким образом? Прощаю, и у меня тает это облако, тает. Год за годом, меньше, меньше. То есть, значит, и свет добавляется в моей жизни. А новых греков как не делать? Ну, допустим, почему обеда грехов? Вот картинка. Потому что, если я обижаюсь вот на это, последствия своего греха, я не согласен с Богом, с законом всего, который мне и ты возвращаешь. Мы живем сегодня. Вот, сегодня живем, и мы обижаемся. Даже Платон говорил, что нельзя рассматривать процесс справедливости в контексте одного дня. Мы живем очень долго, мы что никому, никогда ни разу не наградили, никого никогда не обидели, поэтому и возврат идет к нам, естественно. Но если человек здесь обиделся, что происходит в данном случае? Тогда верхний этаж нам говорит, товарищ, мало того, что ты здесь ошибся, то есть совершил преступление, пусть это грех, как называется, в религии, но ты еще и не хочешь нести наказание. А что тогда? Когда тебе этот удар переносится вот сюда, еще больше историцей, чтобы ты все-таки понял это. И дистанция между преступлением и наказанием становится короче. И если ты опять разозлился, обиделся и пытаешься мстить кому-то, потому что ты ощущаешь себя, ты находишься в плане справедливости, а вот нам эти вот уроды не мешают жить. Я говорю о нормальных людях, тогда ему это переносится еще больше историцей, и дистанция еще быстрее сокращается. Похоже на нашу жизнь? Если взять вот одного россиян, он умножит на 150 миллионов россиян. Посмотрите, что творится в России. Я уже не буду говорить о другом мире. Там тоже свои события идут и тоже достаточно плохие. Ну вот возьмем Россию и нас. Мы также живем. И вот некоторые россияне, в том числе и я, говорю, а почему не попробовать вот это? Стали пробовать, получается. И если кто-то присылает все права, мы едины, едины, кто вас может к Богу привести, но почему же вы за 2000 лет нас к Богу-то не привели? Религия от какого слова происходит? Смотрите, в коне слова. Религия, религара, восстановление связи, переводится с латыни, человека с Богом. Связь с Богом может восстановиться только на основе внутренней чистоты человека, а не какими-то назначениями на должность и так далее, и так далее. Это все земное. Поэтому связь с Богом прекращается тогда, когда ты начинаешь, тогда, когда ты переслышишь с Ним враждовать. А вражда с Богом это вот это все. Формирование. В том числе и на потустороннем, то на мысленном, на чувством уровне. А служение Богу в чем заключается? Если ты вот это все прекратил, служение Богу есть твоя чистота и влияние своей чистотой на окружение, на себе подобных. Ты даешь людям радость и любовь. Ты не уничтожаешь природу. У тебя просто органически это неприемлемо становится. Нигде и никогда. Никакой внутренней, даже на волосах, коррупции нет. Нигде. У тебя генеральный прокурор здесь сидит. Тебе не надо контролировать ничего. Вот смотришь, тебя можно украсть. Безобидно, никто не узнает, как это можно украсть. Значит, кто-то пострадает, человек, который это неприемлемо, просто корешит от этого. Вот это и есть совесть. У кого она осталась? Ну, она осталась у некоторых людей. И трещит под напором мозга. Все так делают. Пери тоже, иначе голодный будешь. Отсюда дай. Можно по-другому поступить. Можно исправиться и получить совершенно иной жизнь. Нормальную. Без преступлений. Вот отсюда, еще раз, для служения Богу есть чистота. И Библия говорит, в одном из посланий есть такое соборное послание апостола Иоанна. Кто говорит, что Его, написано с большой буквы, что говорит, что Его познал, но заповеди не соблюдают, кто в женстве, нет немыслим. Цитаты из Библии, из Нового Завета. Кто заповеди соблюдает у нас? Никто. В том числе и в храмах. И они в этом признаются, оправдуя себя посланиями Павла и так далее, и так далее. Других апостолов, что у них не получалось, куда ушло. Я говорю, а почему это, как фактически, это создание идолов из апостолов? Почему мы должны следовать за апостолами? У нас глава церкви кто, если вы христиане? Иисус Христос. И мы должны следовать Его призывам, а не апостольским призывам. Надо смотреть в первоисточник, и первоисточник говорит о любви к Богу. «Если любите Меня, говорил Иисус, выполните Мои заповеди, Я и Отец это единая суть. Это Иисус протянуту рука Божия сюда, Он не отделен был от Бога. Можно сказать, это луч Божий пришел, но для того, чтобы его люди поняли, потому что вот эта туча не дает откровения принимать, то есть вот эту связь, не дает, мозги наши не дают. Когда Иисус пробил всю эту корку, пришел к нам и рассказал, что делать и как быть. Ибо Бог не забывает тех людей, которые все-таки тянутся к Нему. Вот что произошло. Его убили, а потом сказку сотворили, что Он якобы искупил на всех своей смерти, своей кровью. Никого Он не искупил кровью. Он пришел, дал инструкцию, как испаривается вот этого Япутия истинная жизнь. «Если любите Меня, вы помните Мои заповеди. Кто заповеди не соблюдает, от Меня не любит». Несколько раз такие подобные цитаты есть. Вопросы Ему задает один из книжников. Какова таинная Моя Высшая заповедь. «Возлюби Бога своему всем сердцем, саморазумением душой». То есть и здесь, и здесь, и здесь все должно любить Бога. Что такое любить Бога? Подчиниться Ему. Жить в грехе это не есть любовь к Богу. Это есть противостояние Богу. Какую бы, говорю, ты должность не имел, где бы ты ни жил, и какой бы нации не был. Поэтому религия на земле была всю историю одна и та же. Но как только приходит пророк, Моисей пришел, и кто знает, немножко читал, это что произошло. Вывел он народ еврейский из Египта, а потом они отверли цей царя и опять начали свою сестопляску. Тогда Моисей в ярости разбил скрижали, с заповедями ушел от них. И в них после этого пошел плен царь Кир, то есть Персия, Новоходоносов, или сначала он, потом это, потом римляне в плашные страдания пошли. То есть они завет они выполнили своего итога в разбогу. То есть Бог Господи освободи нас, и мы будем Твои, и мы будем соблюдать. Как только они избавились от греха, вернее, от плена, началось то же самое. Тогда Бог их оставил. Ну что ж, пожалуйста, подожди опять в проблемах. И так везде происходит. Вот это даже анализ святого завета и говорит о том, что если уж ты пошел сюда, не останавливайся, что же ты делаешь? Если, ну теперь вот с этим понятно, что человек в грехе живет не только вот в видимых сферах, но и в невидимых тоже, причем в равной степени за все за это отвечает. В равной степени, потому что материалисты переоценили вот эту сферу. Только тело и звук значат. А там мало чего я думаю и чувствую, ничего подобного. Господи, я насквозь пронизываю все человеческое существо и человек находится в духе. Вот он человек. Дух его. Вот это и есть человек. А вот это все ему придано для путешествия на землю. А зачем? А потому что дух был маленький светлячок. Но задача эволюционная прийти в самую плотную материю, чем дальше от Бога, тем более плотные миры, более плотные сферы пройти. И если ты прошел и вернулся домой чистым, вот тогда, что, когда ты становишься сильным, сознательно, это и есть приобретение духовного сознания. Это и есть эволюция наша. А как она была подменена? В результате грехопадения мозги под давлением Люцифера, это его инструмент, не сами мозги наши виноваты, а то, что через него на нас идет влияние мощное, причем от нашего имени, от моего имени мысли-то кто-то. Я думаю, что это не ямысль, но на самом деле нет. Поэтому мы практически все находимся в плену, как зомби. И мы стали отклоняться от маршрута, уходить, это есть грехопадение и в данном случае деградация общества, и мы это видим. При том, что мы в духе любовь и воля сотворенная Божия, но нам дана свобода выбора. Право на ошибку, то есть на минус и право на плюс. Мы должны творить добро. Выгодный человек сам, это и есть свобода выбора. Но раз есть свобода выбора, она предопределяет ответственность за поведение, возврат того, что ты делаешь. Иначе без руля и безветрил корабль. Поэтому если мы творим неправду какую-то, нам возвращается это все минусом в судьбе плохо. Если мы творим правильно, нам это возвращается тоже с той рицейкой. Скажите, кто хозяин своей судьбы? Человек. В этом мире мы свободны. Но мы оправдываемся через мозг, кто нас обстоятельства вынуждает. А почему они нас вынуждают? Не обстоятельства нас вынуждают, обстоятельства мы создавали сами в своем прошлом. Вот они у нас нас и облепили. И чтобы выбраться из них, начинать надо борьбу самому человеку, а не ждать чтобы Бог спустился к нам и доказал, что Он есть, кто мы такие, чтобы перед нами Творец стерился и рассказывал. Вы знаете, как вы бедненький, как же мне без вас плохо, не мы Богу нужны, вернее, ну да, не мы Богу, а Бог нам нужен. У нас суперпозиции совершенно обратные. Отсюда и во душине вот в этой книге практически это и есть Евангелие, которое обещало Иисус 24 главе Матфеев говорит. В этой книге тоже говорится о том, что сейчас на земле вот то, что происходит, над вами реет слово, как победное знамя, но найти должны вы его сами. Вы сами должны определить, куда вы пойдете. В такую конфессию, в такую конфессию, которых расплодилось невероятное количество, эти конфессии, септы, затверики и так далее. И Он тоже пишет, говорит, вот дается вам тысячи и тысячи входов. Могу сказать, что на состояние тысячи, что ли, вот в одной газете московской написано было, что конфессии более 20 тысяч, не конфессии, а всяких направлений. Это там релики, вы знаете, йоги разнообразные, чего только нет. Вот, есть лама, есть кришнаизм, есть там адвентисты, вот очень много разнообразных, кришнаиты там есть, как их сахаджи йога, то есть мне все время пришлось разбираться, но не сотни, но со многими десятками этих направлений, и везде я находил ложь. Читал на их площадках лекции, они думали, что я такой же деньги делаю на человеческих судьбах. И в конце концов я их как раздал голову, теоретически, ни глупо, ничего, что они меня начали ранее ненавидеть через 20-30 минут. Конечно, больше не приглашаю. Это все ложные-ложные направления. И вот души пишут, что найдите свой вход, он единственный, единственный вход через внутреннюю чистоту. Кто немножко разбирается в такой физике, что от Бога идет, условно говоря, чистая волна, у нее есть своя характеристика, амплитуда, длина волны и так далее. Поэтому если я, у меня колебания вот такие, это все мои обиды и так далее, я не могу с ним соединиться. Явление связи, резонанс, подстроечный конденсатор, мы ловим такую-то волну или такую, крутим ручку на стройке, мы ловим свою волну. Поэтому нас вот эти приглашают и потакают наши лени. Главное, что ты там какие-то мантры говорил или еще какие-то фокусы. А Иисус говорил, никто как только через меня к Отцу Небесному не попадет. То есть в собственную душу не попадет. Потому что только единственная чистота человека при соединении к этой волне вот в резонанс в единые колебания приводит к этой связи что называется не медитацией, а называется откровение Иоанна Богослова. И он получал информацию, что будет с землей, при каких обстоятельствах, когда это есть откровение. Это и чистая связь. А то, что вот из чувственного мира у магов это называется астрал. В соединении с ним дают очень многие фокусы. И учителя, и гуру, и огромное их количество и говорят очень внешне правильно, почти везде правильно. Но идет так связь с этим миром. Поэтому здесь не ошибиться бы. А Иисус говорил, перед кончиной веков придет не из числа лжепророков, лженаставников. А вот и по делам их узнаете, что ни один из них не приводит к настоящему здоровью, к настоящему исправлению судьбы. Отсюда бой за свою душу, он непростой, а местами даже и тяжелый. Но тем не менее, победитель выйдет, если он по-настоящему поймет, что это такое. В данном случае я говорю о христианстве, потому что Иисус не отрицал пророков прошлого. Он и говорил, я пришел не с что-то не против пророков и законов, а соблюсти их. Он признавал по-сказому, скажем так, преемственность. Но почему-то он говорил такие исключительные вещи только через меня. И это некоторым конфессиям не нравится. другим. Я говорю, знаете, Иисус говорил, не судите, не судимы будете. Я никого не суду, никакой конфессии и так далее. Я просто говорю правду. Ну, я имею на то правду. Но почему Иисус говорил, кто не со мной, тот против меня, кто со мной не собирает, тот расточает, никто, как-то лично не попадет, потому что по сравнению с пророками, если можно творение взять, духовный мир на этаж ниже первосотворенных, откуда приходили те, которые были самые сильные в духе, в другой мир. Отсюда приходили Мейсей, Кришна, Зарастер, может, Мелхиседек и так далее, то есть те, кто были задолго до Христа. Но поскольку зло нарастало, а человек в своем упорстве грешить не останавливался, ведь тьма настолько овладела и окружила землю, таким плотным условиям, если плотность была при тех пророках там 100 единиц, то после последнего, видим, Моисея, она достигла, может, десятков тысяч единиц. И пробить физикой, то есть природой вот этого мира невозможно было помочь людям. Отсюда возникла необходимость прийти выше Мойшелона, то есть пришел Бог к нам персонально, пришел через Христа, вел беседу. Поэтому Он творил чудеса, которыми вообще никому не доступны, ни единому человеку. А почему? Если Он сотворил этот мир, всю Его физику, химию, биологию, неужели сложно Ему было из воды вино сделать? Это просто процесс брожения ускорить до секунд или там еще что-то. Отсюда понять это все-таки не чудеса, это влияние совершенно иного источника, это не духовный источник, это Бог с нами присутствовал, помогал и так далее. Его уничтожили. То есть попытка Бога помочь нам была прекращена. Отсюда Иисус перед концом уже говорил, придет Сын человеческий и восплачет племена земные. Ибо Бог через креста понял, что с человечеством мир беседует уже бесполезно. Значит, надо вести к единому моменту, как с преступниками закоренелыми говорят, если человек не исправляется, он рецидивист. Раз поймали, наказывали, раз третий раз, но и в конце концов он не подчиняется законам и приносит колоссальный вред не только себе подобным, но и звери, и воздух, и вода отравленные, не только там химией, или там оружием каким-то, вирусами, но еще и всевозможные излучения сейчас пошли, начиная с подводных лодок со своими сонарами, которые дельфины, уже и киты выбрасываются, невозможно уже в океане стараться жить. И вот, построенные установки в Канаде и в Норвегии, там там все, есть такой город, который накрывает вот таким излучением, который начинает создавать огромные шипы по площади плазмоиды над страной, глушит связь там, ну, при военных действиях, то есть подавите противника, значит, во-первых, решите его связи, значит, организации и обороны, все не будет, это достигнет, уж такое оружие есть, у нас установка под Нижним Ногуром, Сура такая была, но это небольшое воздействие, северное полушария уже полностью под контроль взято, сейчас Перу строить и так далее, хотя в Южное взять, и тогда все, вся земля будет в коконе в этом. Вот что творят ученые, я говорю, у нас наука, есть у нее хорошие стороны, но она прежде всего служит оружием, создается оружие на основании новейших технологий, и с колоссальнейшей скоростью мы сами рукотворный апокалипсис скоро устроим. Если не природа, то сами мы. Вот поэтому еще раз возвращаюсь к тому, что Сын Человеческий по Библии, Иисус говорил, придет Сын Человеческий, восклачется племя наземные, то есть во время прихода Сына Человеческого на земле начнется суд, и Он сейчас идет, а раз Он идет, и колоссальное колесо лжепророков появилось, и знамение уже настоящее в Солнце и в звездах меняется все сейчас очень быстро, достаточно в интернет заглянуть, если к кому интересно и поискать, что какие-то звуки мощнейшие идут с неба, Дания, Чехословакия, Америка, Канада, еще какие-то страны, значит, слышат как будто рок, как будто кто-то в рок трубит, но достаточно мощный такой, как будто самолет какой-то. Исследования природные не могут понять, что это такое, и в Библии написано, ангел какой-то протрубит свою трубу и будет то-то, будет то-то, будет то-то. Излучение меняется, центр галактики, мощнейшее излучение началось, никто понять не может. На Земле теряется поле, за 20-й век 15% в среднем электромагнитное поле Земля потеряла, а местами до 30% в районе Южной Америки от Антарктиды. Это что такое? Это значит треть нашей защитной подушки, от мощи космического излучения, прекратилось существование, значит, резкое повышение онкологических заболеваний и так далее, и так далее. То есть мы перестаем быть защищены космосом. Кто это делает? Есть очень много других событий, просто перечислять их смыслу нет, заходите сами, перейдите. О чем? Идет процесс. И когда Иисус говорит, когда вы все это увидите, и народ на народ, и царство на царство, и вы видите в мире, где спокойное место, там, где оно спокойное, начинает возбуждать, мы возьмем, скажем, такое место, как Иран, или там Ирак, Ирак уже совершилось, нужно, что, во-первых, подавить, скажем, то правительство, которое там есть, Ирак или Ливия, и прибрать рынки, нефтяные рынки, то есть месторождения, это главное. В основе всех преступлений лежат деньги, люди гибнут за металл. А потом это все оформить надо, до этого мозги дипломатов или кого-то, как это клюк, вот такую красивую, а это будет помощь, надо диктаторы этого убрать и поставить марионеточное правительство, которое будет нам продавать нефть в два раза, в три раза дешевле, и с этим мы будем это правительство поддерживать. Наше, а если оно не наше, тогда мы опять революцию строим, это везде творится сейчас. Посмотрите, что, и вот в таком мире можно сказать, а где же справедливость Господа? Вот и многие об этом думают. Бог на нас смотрит и говорит, вам дано какое-то время на земле, какие-то там миллионы лет, если за это время вы не смогли стать людьми, горе ваше, когда в этом справедлившем мире, в котором правят закон и любовь. На этом пятачке материя, зло дальше не распространяется, только в материи. Тогда эта материя будет что? Ну, подвергнута каким-то изменениям. И уничтожено будет зло, то есть вот эта вся туча будет уничтожена. Но в то же время и носители зла, которые не желают остановить генерацию этой тьмы. Ведь любая отрицательная эмоция есть борьба с Богом, борьба со светом. Бог терпел, терпел, сказал, теперь хватит. Суд это что такое? Суд на человечество идет. И если уничтожается все вот эта многомиллиардная армия тьмы, куда она девается? А вот по этому закону начинают возвращаться к тем людям, которые живут, как говорится, без веры в материализме или в каких-то других своих теориях. Они не хотят отвечать по счетам. Бог вытаил, я заставлю ответить. И начинают гибнуть люди. Вот у меня в номере остался сбор, сборник статей. Написано, что за последние примерно 30 лет в 400% увеличилось тектонической деятельности и многое такое. Сейчас, сколько это 25 ноября прошлого года мощнейший выброс был из ядра земли, который ведет к серьезным изменениям тектоническим. Вот что-то рванет, как говорится. И ученые, многие ученые настоящие об этом говорят. И я беседовал с двумя-тримя, и нам запрещают выходить на большую аудиторию, на телевидение, чтобы не пугать народ. Или не надо пугать никого, но надо предупредить, что мы можем изменить ситуацию, по крайней мере, та часть населения, которая желает по крайней мере, изменить судьбу. Но кто не желает, пожалуйста, пусть катится куда, куда катится. И вот эта вся тьма, она возвращается к людям, к какому-то шведу, греку, или там корейцу, или африканцу, не важно, кто ты. Факт, что ты на земле за свои несколько жизней оставил свой огород, или свою плантацию, как грязь. И все это начинает вот это возвращаться. Это к какому-то Киму, а это может к какому-то Иогансену, а это к какому-то Мюллеру, или там Иванову, не важно, кто это. Факт, что раздача обратно идет. Помните, было время разбрасывать камни, пришло время собирать их. Вот мы их собираем, поэтому на земле за последние 10 лет теоретически увеличилась смертность людей по разным сценариям. Пароходы, катаклизмы, самолеты, чего-то не творится. Отправляются люди, выбрасываются молодежь из этих с этажей и нарастает это в бешеном темпе. Те, кто призваны нас защищать, организовывать жизнь, занимаются своими дворцами и улучшением своих условий многомиллиардных, как говорится. Но Иисус говорил, не судите их. И в душу то же самое, для нормальных людей посмотрите, вам кажется, что вы на этом празднике жизни отброшены на обочину. Вы как белые вороны, вы не хотите не воровать ничего и вы думаете, что вы проиграли. Нет, вы выиграли. Библия говорит, претерпевшие до конца спасутся, к тебе не пошли вот эти все тяжкие. Но просто сидеть и ждать, когда Господь поможет. По закону выбора мы должны первые начать шести туда. Иначе Бог говорит, я вам и помочь не могу. Почему? А вы ни единого шага ко мне не сделали. Вы сидите, молитесь, просите защиты, помощи. Как я вам могу оказать помощь? И если один из моих незыболимых законов, данных человеческому духу, закон выбора, если вы нагородили вот этих минусов, вот столько, и не желаете ни одного минуса искупить вот по этой схеме, которую, кстати, мой сын вам указал, почему же вы хотите получать эту помощь? Вы ее не получите. Потому что вы не желаете искупать вот это. Вы верите каким-то конфессиям, каким-то проходильцам, которые до сих пор доказали за две тысячи лет, что ничего они путного-то не сделали. Кроме каких-то отдельных людей, есть в церкви хорошие люди, но их, к сожалению, слишком мало, чтобы взять и потащить этот воз на себе. Они не могут воздействовать серьезно на общий процесс. Поэтому человеку приходится теперь самому решать. И можно сказать даже в сути второго пришествия, которое предсказал Иисус, что будет второе пришествие, зачем оно нужно, если бы какая-то конфессия была права. Конфессия, она называется даже наша христианско-апостольская церковь. Что сказал Павел? Что мое сознание служит Богу, а плоть мое в грехе не может его победить. Следовательно, перед Богом я чист, потому что я грешить не хочу. А плоть мое грешит. Я не виноват перед Богом, а я чист. Получается, что человек не желает своим сознанием отвечать за поведение своей плоти. Это раздвоение личности, учитывая психологов, называется. Что я могу совершать преступление, я оправдывать, я же этого не хочу. Главное, что искренне не хочу. Но буду. А обстоятельства такие, вот мы и живем по Павлу, а не по Христу, и думаем, что мы христиане. Раз христиан-то почти нет. Христианин либо тот, который живет по закону, либо тот, который идет по этому, маршруту. Вот это настоящий христианин, а это, который уменьшает, скажем, свою грязную тучу, сводит ее к нулю постепенно. Это христианин, это идущее существо по дороге, которое Иисус проложил. Я путь, я истинная жизнь. Это христианин. А все, что миллионами ходят в храмы и при этом в духе не меняется абсолютно, это существа инертные, ленивые духи. И предлагаем это, у них начинается протест внутренний. Да кто ты такой? Ты что, больше, чем церковь? Я говорю, а знаете, что такое церковь? Вот церковь, слово. Никто серьезно не исследует терминологию. Она же что-то значит, это слово. Оно равнозначно по определению богословов. Это тело Христа. Это в богословских трактатах написано. Евгений согласен, но это промежуточное. А дальше, что Иисус говорил по поводу в свое тело? Я воплощенное Слово Божие. Что такое тело? Блодь. Так вот, тело Христа есть Слово Божие. Я воплощенное Слово Божие. А Слово это в начале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог. Вот что такое церковь. А не то, что разряженный спектакль наградится, выдается под видом какой-то религии. Поэтому, после того, как апостолы, вот скажем, Иисус Христос, вот апостолы какие-то, они восприняли, и кто читал историю христианства, особенно ранее, как они между собой все практически поперессорят. Павел, который чуть ли не главный апостол, вообще не был никогда апостолом Христа. И до смерти Христа преследовал христиан. Он уничтожал их и так далее. Не лично, конечно, а там смертные приговоры подписывал, прочее, как агент с Индрионом. А дальше, что произошло? Через несколько лет он ослеп, приобретает обстоятельства, его христианин вылечил именем Господа, и он вроде бы уверовал. Но после того, я читаю его послание, удивительное, что не верьте никому, кроме меня, в его посланиях, это прям красная нитью проходит. Верьте, не верьте вот этим, не верьте этому. Читаешь, залубежные источники, часто написано, что между иудохристианами, которых возглавлял Иаков, брат Петра, возникло, они ему не верили, думали, что это просто он перекрасился, как бы циагент, пытаются втереться в доверие. Ему не верили, между ними снижались ссоры. В послании к Галатам Павел обвиняет Петра в коррупции и так далее. Там есть что-то, если почитать внимательнее, Новый Завет и Ветхий Завет, что было до Христа. Там вся правда есть. В Ветхом Завете есть призыв разбивайте голову младенцам о стены городов. Там еще хуже есть вещи. И все это называется Святой Книгой. Это Псалом Давида. Я говорю, люди, где у вас глаза, где ваше сердце? Вы воспринимаете это не через чей-то карман, который он трактует эту Библию. Вы почитайте сами внимательно. Я пытался ее понять сначала и пошла оттуда рекомендация. Это первый год. Ты пока в Библию не лезь, потому что ты особенно ее не поймешь. Ты не сможешь отделить, где там правда, а где ложь. Прошло несколько лет. И когда у меня умер страх, ревность, обида, раздражение, тщеславие, когда вот эта туча, ну, может, и фрагменты еще оставались, я говорю, а теперь попробую почитать. Я читаю и начинаю, что правда она выпуклая, мне так хорошо от нее, у меня такое ощущение расширения какой-то радости, как вот река тебя заполняет. А там, где ложь, которую люди приписали Христу, мне противно, как слизь какая-то. Мне говорят, ты получил, что сепаратор, у тебя теперь локатор исправился, потому что ты разогнал тучу, и Бог через твою душу. Истина в тебе, теперь тебя обмануть невозможно, ибо генерация души, ощущение, это не чувство, потому что эту истину никому не выбеги на земле, если ты чист. Ты можешь это дать, и помочь можешь другим, и не позволишь себе никаким книгам или теориям обмануть. Скажем, когда я боролся, ну вот, с теми теориями, которые во мне, какие у меня были теории? Материализм. Это идея, да, это идея. Национализм. Это идея. Фанатизм. Это идея. Еще там какие-то измы. Как-то у меня сидят эти измы, пока их не уберешь из головы, у тебя и будет голова, болеть, и всякие проблемы будут. А голова — это генеральный компьютер, она неверные команды раздает, и тогда нервная система страдает, эндокрильная потом, и все, вся периферия начинает лететь, весь иммунитет. И оказывается, человек сразу начинает район, первое, это самое, крестцовое сплетение, начинает врахлить опорно-двигательный аппарат и позвоночник. Это все говорит о духовной линии. У меня был больной позвоночник и много что было проблем в этом поясе. Как только разогнал, и мне ушло все это, и позвоночник как резиновый стал, и радикулит ушел, и какие-то эти все травмы, куда они делись, я не знаю. Мне говорят, ну неужели свету сложно исправить это, если ты прав? Пожалуйста. Это организатор материи. Все законы природы, которые изучает наука вот здесь, на этом пятачке, они созданы Богом. Это частный случай законов Божьих, поэтому они так неизъявлены, законы биологии, химии, физики, все эти константы, которые, кстати, постепенно начинают меняться. И ученые обеспокоены, что какой-то в атмосфере, в верхней атмосфере Земли появился газ совершенно неизвестной природы. Если там дальше пойдет, это что такое? Соединение какое-то новое. Атмосфера на Луне, атмосфера на Марсе нарастает быстро. И так далее. То есть, настолько в Солнечной системе идут изменения, что Солнечная система вошла в какой-то очень активный слой в галактике, где с нами в течение нескольких лет может неизвестно, что произойти. И еще раз возвращаюсь, к нам суд идет, над нами идет суд. Кто может уцелеть, выстоять перед Богом на суде, а тот и перестал с ним враждовать. Это нормальная логика, нормальная. Разве это противоречит задачам настоящей церкви? Нет. К чему я призываю? Чтобы человек убрал вот это все. Чтобы он перестал страдать по собственной вине. Не надо никого обвинять. У нас же рассказано, не судите других. Вы сами в сети покопаетесь, потому что, если вы всю энергию, которую опрокидываете на других, вот они такие-сякие, обратите на себя, вытащите свое бревно из глаз и страдьте на себя это время и энергии. И тогда вы поймете, в чем дело. Виноватых нет, кроме нас самих. Никакие ни президенты не виноваты, ни церкви, никто не виноват, кроме человека. Позиция у нас ложная. Вот как только я развернул обвиняющий перст в себя, и как попытка у меня через мозг. Крот опять. Я говорю, нет, дорогой, вот суди себя. И только себя жестко взялся за это. Постоянно, внутрь и внутрь себя. Я находил в себе то, что мне не нравилось в других. Ты, говорит, свое бревно, не видишь, я сучу в глазу ближнего, видишь, все эти фразы заработали. Заработали. Где богатство, там и сердце твое. Как только центр внимания для меня, моя душа, стал и этот путь, все земные осложнения, которые вначале были очень серьезными в начале пути, для меня стали второстепенны. Я сказал, ничего страшного, если я пока не очень сыт, пока у меня нет ни квартиры, не потерял. У меня много, что отобрала судьба. Я сказал, но зато я иду туда. Главное, вот это совершается. Я искренней душой вот отстоял вот это, желание идти туда. Вот тогда у меня стало получаться, правда, сначала со скрипом, потому что меня смотрят, а ты выдержишь или нет? Ну и выдержу. И полгода, и год, и два, и три лет потом сказал, вот это, неужели это произошло? Я мог сколько раз пасть, сколько раз на грани такого, что отчаяние, мне же трудно, тяжело прорываться, мне же никто никогда не учил. То есть пришлось продираться одному. А мне только говорят, ты куда прешь? Ты против них? Против храмов? Против эзотерики? Продавите, я уничтожу, дай мне так. Я говорю, а я верю, что Бог сильнее, Бог по определению бесконечность, а все зло величина конечная, по сравнению с бесконечной, величина бесконечно малая, математика помогла и так далее. То есть я боролся логикой света против логики тьмы в голове. Это необходимая часть работы для тех людей, которые хотят победить зло. Потому что тьма у нас единственный вход через голову, а голова инструмент логики. Значит, я должен иметь лучшую, более точную логику, более подобные кирпичики. И нахожу трещину в логике тьмы и опрокидываю на основании вот этих знаний. И если лезет обида на кого-то, я говорю, вот, я прощаю, если кто-то мне что-то плохо сделал, значит, в какой-то момент искупления пришел. В этом мире справедливейшем не бывает несправедливости. Вот. Значит, возвращаюсь. То есть борьба с такой группой эмоций, как обида, с удажей и раздражение, не обижайся, не раздражайся на эти события и не унывай по поводу этих событий. Почему? Отверг. Когда черти говорят, плохо, конец тебе, пересконец и призовет меня Господь. Значит, мне так не надо. Принимается. Я не боюсь смерти, победил страх. И они отливают сразу. Они говорят, что меня на это не возьмешь. Раз какая-то оскорбительная мысль приходит по поводу какого-то лица, ну, допустим, на дороге, едешь и какой-то ну, хам тебе там подсекает. Раз, он такой сикой, я говорю, не считает. Он выбрал, значит, его кто-то накажет. Я его не хочу, я оставляю судьбу. Все. И тут отлипает. Он мне говорит, ну, ты же так подумал, ты же плохо подумал. Я говорю, ну, я же, желания у меня такого нет. Я духовную печать, желание на эту мысль не ставлю. Я за нее не отвечаю. Это начало было. Я нашел все эти ключи. За что я отвечаю, за что не отвечаю. Потому что диапазон очень грязный. Это как радиостанции чужие пытаются тебя подчинить. Напугать, вести в состояние ложной вины иногда. И ключи от этого, и от этого. Медленная, скрупулезная работа шла. На это ушли годы. Но зато квинтисиация, как говорится, есть. Поэтому я взял в рамку вот эту картину. И как только какая-то из этой группы эмоций меня пытается достать, я сразу говорю, Руценка, ты с Богом хочешь воевать или нет? И тут же все прекращается. И прощение находится, и успокоение приходит. И если страх у меня стучится, все, реальные события, очень реальные подходили ко мне. Вот все, конец тебе. Я говорю, Бог сильнее. Если Он меня призовет, значит, пора покидать планету. А если нет, Он мне не даст в обиды. И тьма отходила и вместе с ситуацией уходит. Вот так меня проверяли на страх. Потому что одно дело декларировать это умение, а другое дело, когда тебе судьба начинает проверять на эти обиды, страхи, ревности и так далее, устоять и не генерировать эти эмоции. Если ты этого достиг, тебе огромная сила приходит в защиту. Ты прав. И в ответ на какие-то нашествия тьмы ты не отвечаешь злом на злом. Ты его не плодишь сам. Вот условие такое, когда ты попадаешь под защиту. Почему Иисус говорил, не ищите, что в отчете с чем питаться. Как поступают язычники? Что Он имел в виду? Скажите, кто из вас не боится завтрашнего дня, условно говоря, чем будете рассчитываться? В лизы, квартиры, с детьми, что творится, что со страной творится, вообще с планетой, что творится. У человека нарастает вот эта тревога. Нормальный человек, не пофигиста. А почему? А потому что Он не знает впереди, что будет. А я знаю. Если ты сеешь правильное, вот это правильное дает сходы, и беда тебя никогда не коснется настоящей. Поцарапать могут немножко, но сильно не достанут. Почему? Кто же? Бог на твоей стороне. Это защита. Никому не преодолели. Вот в чем сила Христианина. Смирение с Писанием грехов. Когда ты в смирении постоянно находишься, значит, ты согласен с Богом, согласен за те наказания. Может быть, сейчас остались какие-то микроскопические оттенки во мне. И возвращаясь к той фразе, ищи Царство Небесное, тогда, если вы найдете, вы пристанете бояться завтра. Потому что, если вы будете правильно жить, это правда ваша даст основу будущего благополучия. вы сами хозяева своей судьбы, а вас пытаются проводить в рабов обстоятельств. Иисус говорил, каждый совершающий грех есть раб своего греха. Вы рабы своих страхов, своих каких-то ревностей, зависти, там, Лечиславия, который порождает вот это все. В сумме это блокирует человека от света, от собственной души, он теряет себя сам. Поэтому и население растеряло, не знает, что делать, и смотрит, кто ему поможет. и уже видит, а мы никому не нужны. Нужны. Сами себе. И если мы действительно сюда обратимся по-настоящему, искренне, помощь отсюда реальна и очень ощутима. Я вот так подумал, подумал, какое счастье, что я нашел эту дорогу. Думаю, иначе бы человек был больной, раздолбанный, не знаю, мне 65-й год идет. Думаю, кем я был? Я в 46 лет начал разваливаться. Представляете, что это было бы, а сейчас все ушло. Вот. Есть такой момент, который тоже достаточно важен. Я вчера начал, но поскольку у нас 10 минут украли, обещали 30 минут, а оставили почему-то 20 на телевидении, как-то незавершенность в ответе у меня была. Почему плохие люди в этом справедливейшем мире живут лучше хорошим? вопрос интересный, да? Почему? Он почти у всех стоит, особенно тех, кто верит. Те, которые не верят в Бога, не скажут, ну да, неплохо бы таким стать олигархом. Изо всех сил хочу, но у меня нет на то способности, может быть. на место бы хватило. Бога, что-нибудь другое расскажет. Вот чистый расскажет. Давайте, анекдот какой-нибудь. Это даже не анекдот, потому что там будет присутствовать персона, которая нельзя облекать в текст анекдота. Можно сказать, притча. Представьте, что состоялось второе пришествие. Пришел Иисус Христос на землю. Но ему же надо как-то вживаться, изучить, как когда-то изучил Иисус, изучить человечество, кто перед ним, как с ним общаться, научить диалоги вести и так далее. То есть опыт приобрести общение с людьми. И, естественно, поскольку он мощнейший целитель был, вот он усвоил своим врачом в районную поликлинику, где люди ко мне нужны, где профессионалов очень мало настоящих. К нему начинается прием с утра. Как всегда, человек 20 очередь, в основном пожилые люди там, все нервничают, там номерки у всех, кто там раньше, кто позже. Ну и вот уже в 9 часов начало приема и вдруг катится коллега на коляске. И говорит, я тут первый, у меня вот по моим документам, я имею право от льгота без очереди. Мы все недовольны, зажрушали, но тем не менее надо подчиняться. И вот он первый вкатился на прием, подкатывается к креслу. Иисус говорит, ну, скажите, на что вы жаруетесь, ну, кроме того, что вот вас. И да, ладно, все равно же, все сейчас выпишите рецепт, так далее, мне бесплатные лекарства, такие-такие, мне всегда врач давал. Иисус смотрел, смотрел, а ну, встань, кто-то с перепугу вскочил, ну, иди отсюда. Он и пошел, выходит из двери, а у него спрашивают народ, ну, что, как новый врач-то? Такой же, как и все, даже не расспросил, ничего, и прогнал бы. И все, и ушел. И даже чудо не заметил. Ну, так вот, и мы тоже, такие вещи происходят, а мы входим мимо этого и не понимаем, что рядом такое творится. Мы зарыклись в свои, эти, корыта, пять рублей не додали где-то, и вот это все, возимся, мы туда не смотрим совершенно. Вот такой условный зонтик, это защита. Вот Господь Бог, Его излучение мощнейшее идет и защищает всех, кто находится под этим зонтиком. Это воля Божия. Чем человек противостоит этой воле? Самый нормальный. Страх есть, есть, джентльменский набор. Обида есть, есть, раздражение есть, есть, особенно дома. О, сколько. Плюс еще немножко верности, плюс немножко числа весь у человека есть, чем гордиться. Вот. Ну, что еще? Умение бывает, такая мирная, мирная эмоция, казалось бы. Но на самом деле, что такое уныние? Это недовольство своей судьбой, а судьба нам, нам не лепится самим. А значит, нам не нравятся условия жизни. Творец нам не нравится со всеми его законами. Вот и все. Это, я говорю, еще самые мирные люди. Их можно отнести к библейским, полным. А дальше начинается коррупция, наркомафия. Я уже все, что к ней там, вот, такие очень грубые люди, жестокие, террористы, организаторы воин на уровне, государства и так далее, что рушит наш мир. Вот это вот библейские козлища. Я подвожу вас к тому, почему вот они живут, козлища-то лучше, чем волны. Потому что в этом справедливейшем мире козлища выполняет определенную функцию. Иисус сказал когда-то, вот вы, не надо их ненавидеть, не судите, да не судим и будете. Вот. Это он о ней говорил. Мало того, он сказал, благословляйте врагов своих. Почему? Я жил, наверное, года 4, 5 или 6, я уже не помню, когда я это осознал. И все время, когда я этот вопрос задавал первые свои месяцы, он мне говорит, да расти до этого, ты должен изнутри это понять. Нельзя тебе готовое давать. Чтобы человек развивался, ему надо постоянно, ну, как давать полигон. Ты должен сам развиваться, как в хорошей школе или в тренинге. Настоящий тренер или учитель никогда за учениками ничего не будет делать. Он ему даст типовую какую-то задачу, а потом даст более сложную, говорит, решай сам. Если ты не научишься сам решать, экзамен-то сдавать не я буду, а ты. И вот так меня все время воспитывала сверху эта сила. И я говорю, поймешь когда-нибудь. И вот где-то вот в этот период я стал понимать. До меня дошло как-то. Думаю, кто меня конкретно, вот я такой же здесь человек, который терпеть их не мог и никак не мог принять вот эту сентенцию, что я должен был ослаблять. Вдруг осознал, думаю, слушайте, а вот в 1994 году вот эти обстоятельства, кто создал, которые вынудили меня исследовать мои отношения с Богом, кто создал? Козлищи. Хорошие люди мне не мешали жить. Значит, они заставили меня все-таки исследовать мои отношения к Богу. И в этом есть великое благо. Благо номер один. Дальше, когда я стал искупать свою вину, за любое мое прошлое нехорошее событие мне раздается сторицей. А сторицу эту кто приносит мне? Козлищи. Хорошие люди мне этого не делают. Ханят, крадут и прочее там коррупционеры, которые не решают моих задач социальных только за взятки и так далее. Они опять, значит, они в процессе искупления необходимы? Необходимы. Благо номер два. Дальше, когда я прожил уже вот эти несколько лет и пытался вот остановиться, то есть мне казалось, что все, я здоров, мне все есть. Ну что еще надо? Можно почвить на лаврах. И стал притормаживать движение вверх. Тогда они на меня опять набросились. Я спросил, за что? Мне говорят, ты что, святой? Я говорю, нет, а что остановился? Они тебя будут кусать, пока ты не разгонишь себя определенной скорости. И опять же, благо. Они не дают мне уснуть на ходу. Войти опять в состояние духовной лени. Благо номер три. И тогда сказал, вот что я имел в виду Иисус Христос. Благословите врагов своих. Только человек в опыте может понять, почему Иисус так говорил. И я его фразы вот сначала через себя пропускаю, я думаю, так он же всегда давал нам четкую инструкцию. Но она настолько проста была, что человеческий мозг говорит, это слишком просто, это как-то сказка, что он говорил. Вот есть целые фолианты, вот такие книги, там мудрость, там какая-то веда есть, там непонятные языки, и все там это наш мозг потолкает. аука говорит, истина в простоте. Она действительно в простоте. Что сложно такое, если не говорю? Что много физики применял, он может физику рассказать на уровне шестого класса, это что, определить, что такое болезнь. Понятно, почему Бог оставляет вот этот вот отряд, давящий нас, потому что ему нужны загонщики для того, чтобы согнать людей вот сюда. и во многом они, вот многие пришли именно из-за этого на этот путь, обстоятельства заставили. Сам человек по доброй воле редко-редко, когда по-настоящему озабочен этой дорогой. Вот теперь дальше. Давайте вот все-таки по болезни, то, что многие не очень здоровы, мягко говоря, идет человеческое тело. Вот его, скажем, одна клетка. Ну, не будем дифференцировать какая-то нервная система или там печень, или что-то, просто вот клетка мышечная такая. Почему болезнь начинается в новом виде химии? Нарушение обмена веществ. Что такое нарушение обмена веществ? Кто знает немножко медицину? Натрикалевый насос не работает. Называется натрикалевый насос обмен веществ. То есть через мембрану клеточную не подаются питательные вещества в клетку и не выносятся шлаки. Потому что с вашего двора не вывозится мусор. Что будет в клетке тогда? Сами знаете. Начинаются процессы торможения вот этих и начинается загнивание, то есть нарушение обмена веществ вот этого. Вот. Если этот процесс запустить, тогда начинается, что уже ядерная мембрана пробивается, тут и ретикулум, и аппарат больше, и метахондрия, это энергоблок клетки. Начинается, ну, в зависимости от набора эмоций, соответственно, идет вот эта матрица болезни. Какая болезнь и каким образом происходит, с какой скоростью происходит. А в основе лежит вот нарушение. Сейчас мы к этому придем. Если клетку вот так рассматривать, это биохимия. А дальше клетка состоит из молекул, молекулы состоят из атомов, атомы состоят из элементарных частиц. Возьмем там самые простейшие, пусть три протона, три нейтрона и три электрона. И вот представим, что центробежные центры стремительной силы, которые содержат в этом балансе, идеально сбалансированы. Тогда атом идеальный. Из идеальных атомов будут идеально функционировать молекулы и клетки. То есть тогда и человек болеть не будет. Из-за чего начинается болезнь? Из-за того, что сдерживающая сила, то есть материя не располагает волной быстрее 300 тысяч кант в секунду. Это сдерживающая сила, это стабильность, это упругость атома. А что же разрушает эту стабильность? Я вам говорил, что волны чувств примерно в 400 раз быстрее, 400 цент. конечно они могут менять, то есть меняются эти орбиты или как на уровне электронов, если удары частые обид, страхов и так далее, достигает уже ядра атома и начинается разбалансировка внутренних схем всех. Почему? Есть такая формула импульса масса на скорость в данном скотче скорость света. Если вы умножите 300 тысяч кем в секунду на эту массу, то есть удар в сдерживающую силу будет примерно в 400 раз слабее, чем сила нападения. Проще так. И продавливается наша материя. То есть вибрации нормальные превращаются в вибрации ненормальные. И когда мы живем постоянно в ванне этих отрицательных эмоций, куда что доденешься от болезни. Поэтому когда впервые мне показали что такое болезнь, я увидел всевозможных зверюк, которые вцепились в мои колени, в голову везде. Мне жуть какая-то. Мне говорят это твои болезни, ты их создавал сам. И я понял, что эти формы вот они. Я говорю можно их рассматривать как физику, у меня из-за выход за пределы материи в чистый мир. Оттуда это рассматривается как вот эта тьма, как определенное чудовище. И они со мной начали диалог, и ты от нас не избавишься. Я говорю посмотрим. И пошло, пошло, и постепенно, постепенно тело мне ответило. Здоровье стало возвращаться, потому что я себе перестал испытывать страх, ревность, тщеславие, хвостовство умник какой-то там. Это постепенно материя стала успокаиваться. Только изредка приходили из прошлого еще. Бах! Неприятность какая-то. Но не так, как у людей часто, а так может раз в год, раз в два года, чуть ли немножко, говоря о том, что ну у тебя прошлое еще не совсем абсолютно чистое. Иногда и сиюминутные может некроскопические ошибочки, но бывает. За это тоже надо ответить. Бог не требует от нас кристальной чистоты, немедленно дается время. Главное, что мы должны идти по графику. Вот максимальная моя возможность, кривая в порядка. Если я иду вот так, будет незачет. А если я соблюдаю максимальный свой график, помощь идет регулярная, абсолютная и нехотя любит не даст. Вот в чем победа наша. Видите? Все достаточно просто и справедливо. Сейчас время у нас полвторого. Если какие-то вопросы есть, может быть более интересные, пожалуйста, я отвечу. Вопросы? Нет. Смирением, Смирением, Борис Вячеславьевич. У меня накачка тоже шла, что мне можно точно нельзя другим, я так думаю. Но если я вызвался пропагандировать нечто, я не имею права в первую очередь это делать. Вот попытка вот это чеславие, чтобы тебе разгорелось. Вот Иисус говорил когда-то, когда ученики говорили, а кто в Верхнем Царстве больше всех, он не тот, кто здесь ниже всех, взял, вымыл ноги ученику. Это нам продемонстрирую, что даже Бог может вот так сделать, и ничем не кичился этим. Потому что многие гуру лепят из себя непонятно чего. Вы представляете, Иисус пришел на землю, и внутри Он не ощущал себя человеком, Он ощущал себя Богом. После того, как я ввел в работу, можно сказать, через крещение, Он это понимал, и насквозь видел людей, сканировал их абсолютно, что они перед и настолько вот Он был поражен, что человечество такое, ведь рождено светом человечеством, и видел, что происходит, и оно было очень горько, и в некоторых фразах это звучит в Библии. И похоже это на то, что если кто-то из вас интеллигентных, образованных, нормальных людей, приедет куда-то на какие-то острова каннибалов, а тут человек есть друг друга, вы будете кичиться, что вы не кушаете своих соседей? Вам смешно сказать? Нет, конечно. Вот когда ничего абсолютно не было ни числа, и он пришел к людям помочь. И все. Поэтому если вы начнете эту борьбу, прежде всего вот это смирение, как только попытка что-то раздуть из себя, вы начинайте бороться, вспоминая вот эти слова. Мне тоже много предлагалось, информация шла, и реальные предложения физические были и так далее. И я сказал, для меня дороже не те деньги большие, которые мне предлагали, скажем, вот этими силами помочь каким-то крупным фирмам противостояния, конкурентам и так далее. Это сотни тысяч долларов были. Я говорю, для меня дороже моя душа, мне не нужны эти деньги, ибо воля Божия не должна служить коррупции вот этим всем вещам. Естественно, вот ли это глубоко понимал. Хотя деньги более чем нужны, тогда вообще же убежи, я без ничего. Это проверка шла, ну вот тебе даны силы, куда ты пойдешь. Можно было, конечно, стать богатым человеком и так далее. Я говорю, я богат вот здесь, там. и, как Иисус говорил, это богатство никто не отнимет, ни воры, ни моль, ни ржа. Это незыблемое приобретение. А на земле могут, могут что отнять. Если кто читал Ветхий Завет, есть такая книга Езры, третья книга Езры, там написано, что христианам последнее, там не христиане, написано, будет очень тяжело. Почему? Антихрист поднимет голову. Это не значит, что сатана воплотится, это значит, что тьма будет очень сильно давить людей. Вы думаете, мне просто жить? Нет. Давление сумасшедшей тьмы идет. Почему? Потому что, когда ты идешь вверх, не останавливаясь, что ты делаешь? Каждым актом смирения ты уничтожаешь беса. Это абсолютное оружие, как меч к ледене, нет смирения. Ты их уничтожаешь. А следовательно, ты воин, ты борешься реально, ты не болгаешь вон самого, у нас какого-то духовности, а ты реально ведешь бой против тьмы. Тьма этого не прощает. Почему? Как в мафии, ты одного трона у ихнего уничтожил, значит, вся тьма земли против тебя. Кто устоит против этого? Только тот, кто с Богом, тот, кто крещеный, тот настоящий, а не липовый. Не тот, кто говорит, а тот говорит и делает и делает. И фразы Христа. Не каждый, говорящий, не Господи, ведет Царство Небесное, а кто говорит, исполняет волю Отца Мою. А волица это заповедь. А и так, и так, под разными ракурсами Иисус говорил это, простейшими фразами. Посмотрите, каких людей он поднял. Он что, поднял каких-то докторов наук, как сейчас, говорит, ну, ты не образован, ты это не поймешь. Или ты не посвящен священнике Иисус. На то ему тоже когда-то говорили, ты кто-то такой, сысплотник, и чтобы мне там, каифе там, или каким-то первосвященникам, кому-то говорить там о Боге. Ему нам тоже так говорит. Вот. А все в простоте. Кто за ним пошел? Рыбаки, простейшие люди, не образованные. Дело не в твоем образовании, а тем, какая у тебя духовная основа, какая душа. Человек может вообще быть не образован. в этом очень внутри, в духе очень сильном. Отсюда и появляется и мужественность в мужчине, и женственность. И вы знаете, что это такое. Когда от женщины идет такой свет, она может быть и 70-80 лет, а от нее такой мощный идет, вот женское что-то чувствуешь. И рядом с ней может какая-то красотка 20-летняя, тем, смотришь, но не просто кукла. Что это такое? А дух-то вечен. Мы же вечно юные в душе. И вернуть эту юность мы вполне в состоянии. Вчера задавали вопрос молодости, здоровья и молодости. Еще раз говорю, молодость мы вернуть не можем, но здоровье и вот эту внутреннюю силу можно вернуть. и опираясь на нее противостоять всей тебе земле, если она, конечно, с Богом. В одиночку не выставишь, конечно. Давайте немножко мужчине и женщине такой вопрос. Вот, скажем, какой-то мужчина, вот женщина, пусть это тела, вот, ладно. Вот мысли, вот чувства. А дальше начинается, что вот эти оболочки, эфирная сущностная, и духовная основа человека. Вот, скажем, два грешника или нормальных людей в какой-то степени друг в друга влюбились, их потянуло друг к другу. Чувственность есть, мысли интересны друг другу, влечение телесное есть, то есть все это есть. И иногда отсюда что-то такое красивое приходит. Раз импульс, раз и обмен идет. И человек может на несколько минут просто взлететь как птица, когда я это иногда испытывал раньше, очень редко и мало. Что это такое? Такая очень весна в душе, взрыв такой, и раз и нет. Я думаю, кто это дает и кто это отнимает? Я не понимал. У меня было как-то раза два в новости, причем в определенные моменты, в какой-то вот поздней весне. Я это не регистрировал, потом не знал. А вот вот Душин объяснил мне это потом в голове Троица и праздник Духа Святого, который на рубеже мая-июнь происходит. Он говорит, в этот момент происходит зарядка творения, как вот импульс на свет обновляет энергию в творении, заряжает ее, как человек во время сна заряжается и усталость не уходит. Даже в творении ежегодно в момент Троица Святого Духа идет обновление энергии. В то время и когда-то апостолы испытали это на себе и посчитали, что это лично для них все. Возник праздник Пятидесятницы, сектор даже возникла. А на самом деле это ежегодно происходит. И еще раз подтверждение, что когда через год прошел апостолы этого не испытали больше и не в последующие годы, это о чем говорит, что у них затянуло опять их тщеславие и так далее. Они больше не перестали воспринимать вот эти подарки. Поэтому практически все апостолы за исключением одного Иоанна все насильственные смертью погибли. Бог их не защищал, они ухать стали. Где об этом написано? Вверх нового занятия записано. Если вы поднимете апокалипсис, проявление на Богослово, вторая глава, вторая стих. Иисус говорит Иоанну уже в откровении, знаю дела твои, труды твои, терпения твои, и знаю, что ты не сносишь развратных, ты испытал тех, которые называют себя апостолами, и нашел, что они не таковы, и манил в жицы. То есть Иисус через Иоанна передает, не верьте апостолам манил в жицы, они исказили религию уже в то время. Это через несколько лет после смерти Христа. Это и нам тоже предупреждение. Ищите Христа, но не через апостолов. Возьмите и найдите его слова. Их немного, но когда их соберешь, прекрасная мозаика выстраивается от его прямой речи. Она совершенно отличается от апостолов. И вот получается так, скажем, мужчина стал бороться с грехами. У него меньше, меньше, меньше этого. Тогда у него что? Дух его. Бог породил дух человеческий. И дух человеческий это и есть любовь и воля. И вот эта любовь и воля стали приходить вот сюда. Воля разгоняет лень, человек становится сильным, а любовь приходит и начинает светить. Всем, без исключения. Если женщина борется, в ней тоже возникает вот это. И что тогда? У мужчины вот это качество любовь и воля, он становится все более мужественным, настоящим и светящимся объектом. То же самое производит с женщиной. Зачем тогда нужно кто-то другой? Ни женщина, ни мужчина больше ничего не ищет. У них дома происходит праздник. И постоянно идет обновление, потому что это регулярно. Это не надо годы ждать. Буквально два-три дня новое что-то приходит, два-три дня новое. в основе всех измен лежит что? Желание более ярких отношений. Правильно? Правильно? Не просто так же вот, средство какое-то, а желание более ярких отношений, ибо они тускнеют. Так вот они и будут происходить. То есть это решение этой грандиознейшей проблемы, которая на Земле существует. Но если один ушел вперед и быстро, а второй топчется и либо очень медленно, либо вообще остановился, тогда этот вектор ушел, а этот вот тут остановился. Чем больше нарастает разница, тем тогда вот этот вот щель между этой силой и вот этой тьма начинает долбить, тогда этот человек начинает доставать вот этого. Всегда. и вы это знаете в семьях, когда человек более нормальный, более порядочный, более такой мусконравственный, подвергается постоянно пичкам со стороны более неправильных людей. Это и в семье как часто бывает, и на улицах, и на работе, везде. Потому что тьма всегда такая беспричинна. Ей не нравится вот эта сила, ей не нравится этот путь, ей не нравится светлый человек. Я часто смотрел, вот особенно в молодости, вот так, уже лет 30-35, надо же, как, если хороший мужчина очень, обязательно у него судьба пристегнет такую, ну, стервозную даму. Если же женщина хорошая, обязательно какой-то варвар, если ты долбит и долбит ее день и ночь, там, да что ж, почему так почти всегда бывает, почему нет двоих таких? Бывало, когда начинается что-то и очень быстро разваливается, начинает интриги против этой пары, потому что тьма не терпит, начинает разрушить эту связь. любовь, вы же помните, Иисус был любовь с большой буквы, а антихрист это антилюбовь, тьма это всегда антилюбовь. И сейчас отстоять любовь на земле, даже умеешь любить очень сложно, потому что такой удар идет, любая, любой ценой пытаются разрушить эти отношения, любой ценой. но главное нам, если есть любовь к Богу, этот стержень, на который приходят потом и все остальные хорошие события, любовь к Богу, я напоминаю по славу Христа, это не мои слова, если любите меня, выполните мои заповеди. Меня с большой буквы Иисус писал, так только Бога, Бога называют большой буквы. То есть, если вы любите Бога, выполняйте его заповеди, другой любви к Богу не бывает. И служить Богу можно только выполнять заповеди, только в любви, другого служения тоже не бывает. Отсюда что же произошло? Если, значит, один человек отстает, тогда вот это вот удар, удар, и Иисус описал вот эту семейную трагедию, описал как враги человека, это важные его. Я тоже не понимал, почему, думаю, это же близкие люди. А вот когда я стал уходить и стал очень чувствительным вот к этим вещам, потому что, когда ты избавляешься от собственной грязи, ты становишься очень чувствительной к посторонней грязи. Знаете, на что это похоже? Я как бомж жил, в общем, в бомжатнике, жил на вокзале, в этой фоне, я к ней привык, этой грязи, к шамоте дали. И вдруг что-то произошло, я пошел в баню, отмылся, одел чистую одежду, и для меня, мои сотоварищи, теперь, мне абсолютно не приемлемо, тяжело стало. И чем ты чище становишься, тем более тяжело вот это все распринимать. И в Союзе я попросил, чтобы меня закрыли, иначе невозможно жить в этом мире. На меня что-то надели, говорят, вот та враня твоя, иначе сложно жить. Это многие испытывают, которые, ну, пока они где-то более тысячи людей, и многие, вот те, которые реально, не ленясь, идут вверх, они чувствуют потоки грязи, которых пытаются свалить, которые пытаются испортить настроение и так далее. Бывает, что люди, когда невыносимо звонят, и им помогают. По телефону передать помощь не проблема. То есть, идет это, конечно, не по телефону, по телефону может связь быть. Но просто каким образом? Дело в том, что вот это поле наше духовное, оно объемлет и всю материю, и даже больше, естественно. Но если поле сильное, если ты вышел за пределы от материи, скажем так, ты можешь всю материю накрывать. И если человек страдает в этом углу земли, в этой стране или у нас где-то там в другом городе, что происходит? Кто немножко знает полевые процессы? Концентрация напряжения полевого возникает именно там, где оно необходимо. И для этого мне даже не обязательно знать имя. Мне надо просто присылать восприятательный знак на мобильный. Я знаю, что тут четко, тут беде. Раз сжимаешь световым, световым потоком таким, он может сказать, спасибо, как через 5-10 минут. Мне легче. Каким образом транспорт энергии доставляется? Вот таким. Если пострадало сразу очень много людей, тогда вот как установка град работает. Это может делать человек не мозгом, а только ощущением. Ощущение, оно панорамное или, как сказать, стерео и прочее, прочее. Потому что когда в свое время я немножко целистом занимался несколько лет, чтобы приобрести этот опыт, скажем, человеку болело сердце. Пришел ко мне тренер по волейболу, одного из московских вузов известных. У него метральный клапан, стена, стена в клапан, и у него перестал спортом заниматься. Я его вылез, он недели за две, 5-6 сеансов, и все. Каким образом? Я вот раз, ощущение такое, войди в сердце. Я просто раз вошел в сердце, как в камеру. И что я обнаружил? Что клапан не просто вот он плохо закрывается, а он напряжен. Вот материя напряжена. Можете вы мозгом определить напряженность материи? Нет. А душа это определяет. И она, как в сказке «Кот в сапогах» может превращаться в очень маленькое существо и исследовать на любом на уровне эти процессы. я уходил за пределы материи, где качается вообще и кварки кончаются. Это очень интересные путешествия были, как исследователи. В данном случае мне было вылечить нужно. И я стал влиять ощущением на сжатость, вот эта напряженность материи, я ее расслабил. Это тоже можно сделать ощущение и понять это все. Мозг этого не понимает. У нас есть мощнейший и очень интересный инструмент восприятия и воздействия душа, а мы им не пользуемся. Не нужно тогда нам ни врачи ничего не нужно. Судьба тебе благословна, потому что ты правильно живешь. Здоровье в лучшую сторону постоянно уходит, судьба в лучшую сторону. И мало того, даже если в этой жизни не благодаря тому, что сейчас такая коррупция очень мощная и в конце концов суд идет, но суд закончится и как апокалипсис говорит, блажен тот воскреснет к новому бытию. Есть такая фраза подкровения на богослове. И там начнется другая жизнь. Намного лучше, чем сейчас, но право выйти туда после чистки надо экзамен сдать на духовную зрелость, иначе туда не выпасть, иначе все остается в эту сторону. Вот поэтому и здесь то же самое я говорю, интересно было для меня, очень интересно работать в этом направлении. Когда я свое сердце подтягивал, у меня другое пришло. Мне показали картинку, что у меня износ мышцы. Вот так мне показали, как шарик изнуты мое сердце. И врачи мне говорили, что это неизлечимо. Здесь уже износшие мышцы это все. Как резина, которая вытянула, и у меня становится новым. А я всегда знал, еще раньше у меня было одно событие в жизни, которое доказало, что врачи неправы. Я когда-то на тренировке мне палец порвали сухожилия, просто грубо в баскетбол вывернули руку, у меня лопнуло сухожилия, палец вот так встал. Я люблю волейбол играть. И мне в Петербурге доктор наук сказал, ну мы сошьем это все. А я говорю, а сам может сухожилия зарасти без операции? Он говорит, нет, невозможно. Смеялись, надо мной. Я уехал, потому что у меня не было возможности в Питере сидеть. И привязал лекопластырь палец, чтобы играть в волейбол, чтобы этот меня таскал. И играл в свой любимый волейбол. И через неделю, через две, вот так когда снимаю, смотря, он у меня работает, вернул, счастье. То есть у нас есть эти способности к регенерации и так далее. Мне доказывала неоднократно судьба, что человек очень существо сильное, самообеспеченное, только надо этим уметь пользоваться и заслужить это право. И вот в свое время со своим сердцем так поступил. Картинку нарисал. Есть такие сладкие перцы, знаете, красные, да, вот импортные. Вот представил, что у меня такой очень, в биологии называется турбор, ну такое красивое, очень, как свежие вот овощи. Вот такой перец. А потом думаю, мне что-то не совсем получается. Тогда я вот это все взял, сморщенность, вот так стянул все в одно место и как спальню ушел, замком вот так и закрыл, чтобы все внутри оказалось. И стал это все вот облагораживать и у меня сердце крестово болит почти вообще. И я такие нагрузки давал, я думаю, а мы сейчас испытаем, я все-таки вылечил, нет. Записался, на следующий день пошел на тренировку, отыгрывал матч в шесть, матч в любом, шесть, партий, очень сильно устал, ноги у меня и два тащились, потому что долго не занимался этим, но сердце ничего. Вышел, думаю, не взорвая свой талант, чуть ли у меня так ноги болят. Вызываю, вихрь пурпурный и через 2-3 минуты у меня ноги восстановились, молочная кислота сошла, это гормон усталости, и я пошел спокойно на остановку, и он сын. Понимаете, это не проблема. А до этого, чтобы прийти на тренировку, меня пригласили в гости. И я не устоял, я тогда жил в гостинице и не имел вкусной домашней пищи. И мне такой, поставили тазик с пельменями очень вкусными, мелкие, домашние, с перчиком, там, совсем что положено. У меня глаза разгорелись, я думаю, мне через 2 часа, через полтора даже, на тренировку, как же я буду все это поднимать над сеткой, бить. Не устал, съел много. И еду на тренировку, опять же, что делать? Думаю, а я помню процесс ассимиляции, делись ассимиляции, мы изучали. Как включил это самое, туда-сюда, пельмени стал растворять, загонять эти вот вещи, это все, кровь туда пикать, иначе, что-то ненужный шлак, сброс идет. Смотрю, 5-10 минут у меня живот пустой, у меня стало лишь комб. Вот, что-то ненужный, Видите, как? Довольно интересно, вот эта внутренняя жизнь меня настолько первые годы поражали, потом я привык к этим чудесам, это стало нормой жизни. И когда, иногда смотрю, как люди страдают, я думаю, вот я не болею, я даже забыл, что это такое, толком-то. Думаю, это уже одно такое благо, вообще не болеет, не страдает. А я уже забыл об этом. У меня совершенно другие категории уже беспокоят жизненные. То есть здоровье, судьба, я в ней в этом уверен. А вот там, 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 какие-то процессы, вот там надо подправить, там наладить. Ты начинаешь заниматься достаточно грандиозной задачей. И любой человек, если он не закопался вот в себе внутри в этих проблемах, он не только достойно, но способен выйти на этот уровень и начинает жить полнокровно в пределах не только вот замкнути, не только в материи, в своем каком-то мерке, в своем огороде. Он может выйти и стать человеком, вот этого мира всего. Мы по рождению принца превратили себя в нищих. И виноваты только мы. Винить никого нельзя абсолютно. Никто не виноват в этом мире. Только мы сами. Это я абсолютно убежденно говорю. Это есть полнейшее рожжение. Никого не судите, ни на кого не обижайтесь, никого не бойтесь. Вот, идите вперед, путь открыт. Вот, и отношения между мужчиной и женщиной будут приказны. Если вы вместе рука в руку поднимаетесь туда. Если для вас этот путь прекращается, это вопрос времени, когда развал пары не минуем сто процентов. И это подтверждалось опыт многолетний. Так что, все в ваших руках. Давайте, какие вопросы? Возвращайтесь. А если у вас в курсе получаешься, было бы хирургическое вмешательство, да? Как вы наоборот? Ну, допустим, все, а вы как восстановите вот эти мышцы? Ну, можно застать? Ну, смотря что хирургическое вмешательство. Есть ли? Возвращайтесь на почку. Почки строят камень или рождают? Ну, почка осталась на месте? Ну, восстановить можно. Главное, чтобы не отрезали, что ли. Или, акула, если откусить ног, ужин и восстановить. Ну, так что? Какие вопросы есть? Давай. Проще было, конечно, задавать, потому что пока прочитаешь. Давайте. Есть. Графически это так выглядит. Примерно схема мироздания, чтобы была понятна картина сразу. Первосотворенные, духовные. Это духовный мир наш, сознательный, бессознательный его часть. Это сущностное кольцо сил. Это эфирное вещественность, то есть первая материя, более легкая, а потом начинается вот эта грубая материя, где мы проживаем. Между ними вот эта прослойка чувственности или астралии, это как бы называют ее душу, средняя грубая вещественность. Как устроено вот это иерархически все? Воля Божия создала этот мир, устроила так, что первый слой ближе к светилу, самый горячий, самый мощный. Вот здесь и пророки, которые к нам приходили все на уровне Гришна, Моисей. Мы родом пониже. Мало того, есть сознательные духи, которые при сотворении мира осознали себя мгновенно. Это очень сильные существа духовные. А мы находимся вот здесь, самый низкий слой и слаборазвитый или высокоразвитый, но слабые духи. Поэтому, чтобы приобрести такое же сознание, вот это библейский рай, чтобы сюда войти, нужно было пройти вот этот опыт духовный, пройти через нижнюю мертвую точку, разбудить себя в духе, осознать себя в духе и тогда сюда. Вот это наша вот эволюция. Вот. И что тогда? Значит, когда человек пришел, на землю, смысл соединения с материей, какой? Какой смысл? Почему мы сюда пришли? Вот теорет инертный, он толстый, разогнать его лень, вы знаете, непросто, правда ли, не разогнать? Нужно создать необходимость. Вот если человек ленивый лежит, вот он дома, в холодильнике, может, у него мало что кушать, значит, вот это есть. Ну, там кефирчик осталось, корочка там осталась, какой-то там бутербродик сделал. Не хочу работать, не хочу двигаться. Ну, все, уже человек почти засох. И вот, и вдруг, говорят, по радио, и там где-то телевидение, которое смотрит, товарищи, в городе наводнение, в течение получаса вы должны покинуть с вещами свои дома, сейчас организовано в таких-таких пунктах помощь, и город эвакуируется. Человек сразу, ну, жить-то хочется. А потом, да, может, полежу. А слышал, вода уже начинает заливать в окна, и тогда он что, вынужден встать, да еще как быстро, а потом еще придется плыть, да еще в холодной воде начинается экстрим. Ну, он вынужден это делать. Я почему, например, рассказываю, что нужно создать необходимость, необходимость на движение. Вот поэтому он такую необходимость создал Господь для ленивых, чтобы они пришли сюда, соединившись с материей. Духу не нужно ни спать, ни кушать, ни пить, он не боится, ни холод, ничего не боится, ему ничего не надо. Вот. Но материя это надо. Материя может сожрать тигр, или он может замерзнуть, или там дождь его заливает некомфортно и так далее. Надо добывать себе пищу, это труд. То есть вынужденное движение должно быть. А чтобы он не был пофигистом, человека наделили болью, ему больно, если его жует кто-то, или он замерзает. И инстинкт самосохранения, он хочет жить. Вот эти два момента не позволили человеку и здесь пребывать в лени духовной. И Дух вынужден, что, Дух это двигатель, начать действовать, действовать, и чем дальше, тем больше. Если бы пошли и не пали во грехе, тогда наше движение было достаточно быстрым, и мы сюда вернулись. Но вот произошло такое отклонение от маршрута. От души об этом очень подробно пишут, я уж не буду говорить, почитать. И вот что такое разница между Духом и Душой, возвращаясь к вопросу. Дух есть, что эманация воли Божией, почему Святой Дух и Дух с маленькой буквы, мы являемся производной воли Божией. И если вы знаете слово Эммануил по-еврейски, с нами Бог, вот Иисус и Ишуа и Зазарет и Иисус Христос, то есть Спаситель. А Сын человеческий его имя Эммануил, это и упоминается в Ветхом Завете. Почему с нами Бог? Да потому что Дух человеческий порожден этой волей Божией. Это наша отцовская линия. Естественно, что Эммануил с нами всегда, ибо эта эманация, форма, это порожденная воплощенная эманация, мы не можем никак на предметном стеклышке под микроскопом. Любые малейшие движения наши, желания и так далее мгновенно ложатся в основу нашей судьбы. Как бы мы не скрывали, даже перед собой какие-то свои вещи, они не скрыты от этой мощнейшей линии. Вот откуда волей Божией мы с Отцом связаны. Естественно, когда человек начинает враждовать с волей Божией, это и есть сумма законов, это и есть любовь, потому что если человек любит, он никогда по-настоящему любит, он никогда не приступит к закону, мы любить не умеем, у нас чувственность и влечение, а любовь это, вот она любовь, мы от нее отгородились, чертовщины всей, которые натворили. Поэтому дух есть дух, а душа это дух в нескольких оболочках, сущностная оболочка, эфирная оболочка, вот это есть душа. У зверя духа нет, зверь воплощен, как для него природа сущностная, и когда приходит там собака, или оса, или там крокодил, или рыба какая-то, это все сущностный мир. Никогда человек не был сущностным по природе, это все эзотерические или абсусы, и никогда сущностная не будет духовна. Разные задачи, совершенно разные программы, совершенно разные производные. Сущностная всегда находится под давлением воли Божьей и живет относительно правильно, не имея свободы выбора, значит нет у нее никакой кармы. А человек имеет свободу выбора, поэтому он имеет ответственность за поведение свою, личную ответственность несет. И существо более высокое, почему нас называют цари природы? Потому что мы действительно можем влиять на мир. И вот то, что сейчас на Земле происходит, когда мы работали с группой ученых с патогенными зонами в Москве, они удивились, что я могу эти патогенные зоны ликвидировать. И они так на меня смотрят подозрительно, на карманы, у вас какой-то пульт есть, ли установка какая-то? Я говорю, нет. И доказывал это, вот сейчас секретный институт, секретное предприятие, которое работает по торсионным генераторам, там очень интересные вещи. Они этим торсионным генератором помещение свое чистили. И вот то, что называется астральный мир, они его процентов на 40 вычистили. Но разрешающая способность прибора не в состоянии не только подавить другой слой, более, из других волн, он даже их обнаружить не может, не разрешающая способность не позволяет. Я говорю, я вызываю ваше приборное соревнование. Вот это убрало, у людей интересные эффекты в зале пошли, когда у нас человек с кресла начинает сзывать вверх, там другие говорят, у нас в голове вот так, а тут озоном запахло, как во время грозы. Скажи, если потом более-менее чувствительные люди что-то. Я говорю, если ты поднимаешься выше уже в чистые эфиры дальше, тогда ты начинаешь иметь возможность работать с этим, потому что, чтобы человек, скажем, ученик, который приходит на семинар, ему обязательно нужно квартиру избавить от этой грязи. Это память места называется. Все, что происходило в истории земли на этом месте имеет фон. Скажем, особенно в городах таких, как Ярославль, еще древний город, Москва, особенно центра и городов, сколько было воин, вот этих переворотов, сколько жестокости, сколько и так далее. Это не только в наше время, в тысячи, две тысячи лет назад, а что было десять тысяч лет назад, сто тысяч лет назад. Все тоже здесь сиди. И когда вот это все вычистишь, обстановка совершенно иная. Воля Божия защищает. И человеку, который идет к Богу, становится значительно легче здесь, а который не идет, ему становится здесь труднее. Почему? А потому что воля Божия мешает уже тьме, поддерживать это темное существо, которое брыжится какими-то нехорошими эмоциями. Тогда ему становится тяжело его сжимать, начинает свет бед. Друг, исправляйся, иначе мы тебе будем постоянно возвращать тебе твое плохое. И человеку некуда слить, он перестает быть вампиром или ограниченно становится в этом. что-то домашний вампиризм. Понятно, да, что такое разница от этого? Заодно вот временно творение. И мы родом отсюда, а не отсюда. Это всего лишь всего, на все путешествия наше в более плотный мир. Какие еще вопросы? Что появилось? Мат. Давайте попробуем ответить. Есть действительно слова, которые человек ругается, а есть слова, которые просто испачканы. Они имеют свое определенное значение, и в определенное время их можно использовать. Кстати, эта чертовщина разлетается. Как-то один из старцев очень интересных из староверов выступал по телевидению года два назад по передаче смотрел, говорит, когда на меня тьма наседает и даже молитва не попадает. Я про себя говорю, некие вещи, которые называются матом, они разлетаются. Интересно, да? Обзовите кого-то чайником, козлом или тубуреткой оскорбиться человек, да? Почему? А вы придали скандальное значение своей интонации. Даже если вы скажете какое-то хорошее слово, ну ты ангел тут тащишься. Человек обидится, хотя вы таким словом хорошим назвали. А если назовете очень плохое слово, очень ласковую интонацию придавите, ласковую, что будет от этого хорошо? Почему? поэтому эти слова я говорю не все. Скажем, если мат вот, скажем, вот столько этого мата грязного, но есть несколько слов, которые действительно могут помочь. Но в определенный очень узкий спектр обстоятельств есть, когда это можно говорить, когда это показано, остальное все не надо. Это, ну скажем так, это мы исследуем и просто нужна практика определенная. Тогда ты начинаешь понимать ощущение, когда это надо, когда нет. Довольно редко это можно. То есть все это смешано, как и в религии. Есть очень полезные вещи, а есть пристегнутая грязь. Здесь есть полезные немножко вещи, а все остальное грязь. И когда все это мухи с котлетами смешиваются, это становится неприятно. Ложка дегтя, бочку с медом все, конец. Да. Дружа возвращается снова после этого санатия. Куда возвращается? Вы имеете в виду реинкарнации? Да, возвращается, иначе никакого смысла нет мудреть. Когда человек работает над собой, то есть он когда-то пришел в первую жизнь свою, прожил на земле, что произошло? Он начал грешить с нуля и накопил отрицательную массу к своей смерти. Если бы человек жил один раз, Господь бы его не отпустил с этой земли, пока он все не искупит, правильно? Потому что ответственность это лежит на нем. Но для того, чтобы человеку дать возможность, ему дается еще воплощение, чтобы вот он пришел уже с этим испачканным своим листом. И к концу жизни может все-таки исправиться, может в этот момент к нему обратился очень мудрый человек, сделай так, надо избавляться от этого. Либо это пришествие пророка было какого-то, возникала чистая, свежая религия, не испачканная еще, не изуродная. Если он не среагировал, он еще больше накопил грехов. Скажем, третья жизнь, он уже имеет совершенно иное начало, уже начинает болеть с детства. Почему? Потому что приходит пошлое, и ребенок уже не сильно здоров, при отягощающих обстоятельствах роды происходят, детство не очень, то там корь цепляется, то еще что-нибудь, и вот какие-то врожденные дефекты. В конце концов, его медицина спасла, и вот он дожил сегодняшнюю жизнь, еще у него может какой-то есть впереди, задел временной, но грехов уже вот столько. Естественно, он больной и совсем счастливый человек. Что делать? Вот я рассказывал сегодня, как вот от этого избавляться. И хоть эту жизнь не потерять впустую. Вот зачем вот это оно. Если скажем, человек жил один раз, тогда преступление и наказание Господь бы устроил так, чтобы они разрешались в одной жизни. И ни один человек бы не умер, пока бы он не искупил. А значит, если человек не хотел бы искупать добровольно, как ему Иисус говорил, прощай, прощен будешь, тогда какой-то насильный вариант был бы, типа такого, я думаю, что, скажем, человек идет к концу и сверху видно, что человеку осталось жить может год или два. И тогда ему такую бы устроили боль. Это было невыносимое страдание и искупление. Мало того, если бы он смирение не приобрел, и это бы ему не дало. потому что страдать без смирения бессмыслом это ничего не дает. Ты же это не рассматриваешь как искупление в смирении, не рассматриваешь, ты начинаешь злиться, как многие больные, которые ко мне приходили. А что это такое? Да, пока вы не примите все смирение, смысла мне работать с вами нет. Потому что есть Господь Бог, можно сказать, это генеральный прокурор, который вас наказывает болезнью. и вдруг находится некто я, который отменяет закон Божий и начинает вас вылечивать без вашего исправления. Кто я тогда сам перед лицом Божьим? Я сам преступник тогда и лишаю правосудия. В одном случае я могу вас вылечить, если принимаете эту доктрину от ада я. Принимаете и душой начинаете двигаться навстречу, то есть прекращаете свои преступления я. Медленно, но верно. И тогда Господь Бог мне даст и возможность и право вас вылечить. И тогда получается нормально, логика правильная. И везде через логику приходил, даже свое право и сделал, имея право лечить людей только в этом случае. Иначе ты поддерживаешь преступность на земле. Что еще? Скажите, вы говорили о влиянии людей, о влиянии различных процессов на жизненную систему нашей земли. То есть там различные влияния. Как вы рассказываете? Вы верите в то, что был разговор о том, что в декабре будет конец света? Ну, насчет конца света я все-таки следую библейскому. Никто не знает день и час, только Отец Небесный, ни ангелы, никто не знает. Об этом Иисус сказал. Но Он сказал, что если вы увидите вот такие вот вещи, как вот изменения, там, и войны, и нарастать будет очень быстро, катаклизм, как он и его, и глад, и мор, и войны, и так далее, знайте, что близко к дверям стоят. Ну, поэтому я эту, скажем, эту позицию поддерживаю. Никто не знает день и час. Это сказал, день и час, обратите внимание, не год, а именно день и час, то есть конкретную дань. Поэтому Иисус сказал ученикам, когда вы все это увидите, значит, будете знать, что вы находитесь в процессе. А вот, а в отношении влияния на землю людей, конечно, влияние колоссальное, причем отрицательное. Вы обратили внимание, что человеческий дух находится значительно выше от материи. Материя вот она. И материя, это 300 тысяч километров в секунду, имеет максимальную скорость волны, все сформировано на уровне микрочастиц, на экономических колебаниях. Уже астральный мир, почему мы, вот даже лечат экстрасенсы, они же лечат астральной волной, она в 400 раз быстрее, чем клеточная жизнь. Поэтому на какое-то время они могут подправить человеку здоровье в обмен на что? В обмен на то, что блокируется человек вот этой матрицей грязной. Я часто пример привожу к Фаусту. Доктор Фауст приобрел молодость от тьмы в обмен на душ. Это вот касается тех, кто лечили все экстрасенсы. Потому что только эта сила может чисто в лечить человека без последствий. А остальное все вот это временное. Человек приобретает вот эти всевозможные кляксы, которые вы поселяете в поле. И даже крещение невозможно такого человека. Потому что вот эту надо кляксу сначала размыть, растворить, и только потом сверх приходит человеку настоящий. теперь в отношении что происходит с землей. Да. То есть как построено. Почему человеческий дух царь природы? Если уже астральный мир в 400 раз близкие электромагнитные колебания, эфир еще несколько нулей добавьте. То есть на несколько порядков быстрее волна. Сущностная еще быстрее волна. Духовная неимоверно быстрее всех этих волн. А уж первосотворенная тем более. это волны. Самые быстрые волны у первосотворенных. А вот у Бога что такое? Я говорил там волна это условно. У Бога нет волны. Волны это колебания. Вот здесь есть время, параметр времени и много что другое. А у Бога нет времени. Он абсолют. Абсолют почему он называет? Абсолютное совершенство. Совершенство не требует изменений. Она всегда совершенства. Значит параметр времени не нужен. Это вечность и бескомечность. понять этот человек не здесь даже здесь не может. А благодать какую-то радость и любовь мы испытываем. Ну можно так сказать даже вот какой-то процесс который происходит но цветет цветок. если ускорить ускорить съемку да или наоборот замедлить вы увидите разные вещи фотографы это делали тут цветок начинает в течение некоторых секунд просто расцветать ускорение или замедление там тоже происходят интересные процессы. Вот у нас наше зрение физическое зрение и даже духовное зрение ощущения все-таки ограничено по скорости волны. это и есть главное ограничение. Первосотворенные ограничены на другом уровне тоже ограничены но сильнее нас и быстрее нас. То есть их волна воздействует намного быстрее семейную материю чем мы. А вот уж Бог влияет на все. Это самое быстрое поэтому он абсолютный хозяин всего и поэтому зло никогда перед ним не устоит. Почему так долго процесс длится у нас зла? Это нам кажется что долго мы живем в измерении материи и время измеряем электромагнитными колебаниями нашей текущей жизни. А для Бога конечная величина бесконечно малая по сравнению всего бесконечности потому что как только началась проблема земли из нашего рехопадения было принято решение оказать помощь землянам и они зачастили одни вторые третьи сначала отсюда приходили потом отсюда пошли и в конце концов сам Господь явился в лице Христа и когда люди и Его уничтожили просто ну кроме горбатого могилы исправят значит будет конец этой цивилизации в ее варианте изменения будут очень сильные вот а учитывая что человек в духе имеет колоссальные способности по скорости волны когда они сюда приходят мы как понижающие идут трансформатор воля Божия приходит сюда первосотворенные понижают скорость и дают ее нам мы в духе доходим до сущностных сущностные лепят формы определенные плохие или хорошие по нашей уже воле потом начинается эфирное торможение волны потом астральное торможение волны на этом уровне белый свет расходится на спектр индусы это обнаружили назвали семь чак или семь лучей а дальше уже физическая интерпретация этой волны вот что такое происходит и получается когда мы свою духовную силу применяем вот здесь это и есть наша жизнь мы как бы как линза которая получает правильную энергию гармоничную начинаем ее пачкать ревность это грязь обиды грязь страхи грязь зависть тщеславие мы пачкаем этот мир то есть мы используем нормальную энергию волю Божию и калечим ее за что и несем ответственность за то что пачкаем этот мир но тем самым земля скажем вот эта земля она вот этой грязью нашей за многие сотни миллионов лет просто облеплена она купается в обе грязи учитывая что материя это цепь а мы в распоряжении тысячи цепь они и превращают нашу гравитацию аномалии гравитационные возникают гравитационные аномалии ведут к природным аномалиям я эти исследования читал климатологов геофизиков геохимиков они это все знают и до 50-х годов 20-го века считалось что вихри все тормадо и все все эти события земля все не происходит как бы вот неожиданно случайно особенно воздушные что это перемещение теплых холодных масс и так далее а на самом деле когда они исследовали везде гравитационная аномалия сначала возникает восходящего или нисходящего знака скажем тогда вот в Питер они исследовали несколько моментов авиационных катастроф и это единицкий есть такой президент одного центра по безопасности при Кремле и так далее он мне рассказывал сам книгу мне подарил они исследовали когда разбился экспресс взорвался в другом месте просто пути разошлись было несколько же аварий на трассе Октябрьской железнодороги прежде всего даже когда террорист там взрывает что-то казалось это чисто человеческий факт ничего подобного возникает с густой вот этой тьмы идет нарушение гравитации очень сильное как вот если кто знает график релаксации поднимается 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 взрыв раз сразу вниз то есть в этом месте возникла сильнейшая аномалия гравитационная которая вызывает обязательно негативный процесс на Дальнем Востоке разбивается самолет судят пилотов что они там не умеют летать а они исследовали оказалось что топливо остатки в баках топлива к счастью не взорвался самолет упал развалился люди погибли не все правда проверяют химия керосина абсолютно не может быть топливом так а то ли там почему попадая гравитационные вытветили аномалии меняется химия топлива может отключиться топливный насос и вообще электроника отключается я сам испытывал при своем опыте даже у меня небольшие возможности скажем даже земля вот я когда убирал вот эти вот аномалии из квартир убираешь в одном случае значит две ученицы вот их пакет был 98 что ли год в других случаях было в Воронеже я помню какую-то квартиру сняли на две двери одна я который снял квартиру мне сняли на три дня и вторая соседняя и вот в стене ничего нет гудит гул как будто испорченный трансформатор жужая такое еще такое какая-то электросеть что ли ну и не обратил внимания я сплю нормально все ко мне пришел гость и говорит а что это у вас тут жужжит да не знаю какой-то там вот и потом я вспомнил что я не почистил квартиру вот поэтому не очень на фоне взял почистил квартиру вот это все кончилось а у соседей спрашивают не знаю как вот мы вселились так и есть не знаем от чего что это такое тоже непонятно таких вещей вообще в мире полно просто мы если что-то не понимаем от маленьких все равно некогда этим заниматься разбираться и так далее еще раз я хотел притерпнуть что человеческое существо очень сильное оно может как облагородить планету так как в нашем случае и изуродовать ее поэтому каждый может сказать я же или бы не участвовал или бы очень мало этой грязи принес но смотрите вот земля вот скажем на земле одна страна другая третья четвертая вот одни люди другие пятые десятые то есть кто-то из вас вы принесли столько грязи а какой-нибудь тип вот столько грязи но это все равно грязь это общее пространство грязи если вы что-то боитесь или завидуете значит эта зависть или обида соединяется с блоком или пунктом сбора обиды всего мира за все времена страх с страхом зависть с завистью соединяется и вы постоянно на связи и вы сами замечаете иногда вы вошли в какое-то микроскопическое раздражение вдруг вас начинают просто криски нести что это происходит ваше маленькое раздражение раз соединилось с этим большим раздражением и пошел резонанс у вас такая закачка идет по этой линии и вы устоять не можете пошел скандал казалось бы с того пустяка вот это такие связи когда вы боитесь как я исследовал когда-то скажу своего ребенка что он куда-то пошел я думаю если ребенок мне дорог не позволит Господь мне его обидеть если я боюсь значит я притягиваю формы какие-то страхы конкретно к ней я ее только хуже делаю наоборот я совершенно спокойно беру ее как бы себе свет такой как проток идет накрывает и мне спокойно и хорошо значит все нормально с ней все в порядке вот такой контроль мы можем это делать то есть это не какие-то чудеса это скажем неисследованная область человеческого бытия неисследованная не потому что это невозможно а потому что человек невежественный за своей духовной вере есть пути неправильные а есть путь правильный наш к нашему истоку откуда мы родим и вернуться к этому истоку как блудый сын притчи мы обязаны если мы люди мы рождены истиной а почему-то подавленной тьмой и ложью в этой лжи нам жить не нравится но мы с ней не боремся а когда нам предлагается борьба почему не хочется ой это же тяжело но тогда кому это лень или слабо оживите тогда в том мире который вам не нравится ваш выбор либо проживать так либо выбраться как говорится на свободу с чистой совесть как бы на стенах в некоторых учреждениях вот поэтому природа наша подчиняется эмоциями конечно сильно уродов энергетику планеты и она нам отвечает да слушаю вас Николай у нас такой вопрос продолжение того что сейчас спросил настанет день и час стихийное бедствие что-то произойдет с планетой какие души останутся те которые занимаются духовным развитиям как это все произойдет или на момент событий которые произошли уже какие-то души которые отрабатывают свою карму находятся там что останется как ваш вот видите давайте так можно заполнить здесь вопрос да вы верите в судьбу один живет год а другой сто лет в дополнение у вас только вопрос ну тут разные вопросы да да ничего достаточно спасибо смотрите еще раз вот говорю воля божья вот группа людей вот это общее человечество вот некий сектор скажем некая часть людей пошла сюда правильно к Богу от того что человек идет правильно или нет заключение он может тогда только сказать как я когда-то сказал когда у меня происходить начали реальные события я человек очень недоверчивый и пока я не получил устойчивый многолетний опыт я не выходил других сюда звать вот когда у меня восстановилось здоровье устойчивое ни на неделю ни две ни на полгода когда у меня судьба меняться стала в лучшую сторону и устойчиво конкретно когда радость все больше и больше стала меня заполнять я сказал я хочу чтобы рядом со мной такие же люди были не брызгались непонятно чем а дарили друг другу радость улыбку искренне от своей души это будет нормальная жизнь в нормальном обществе поэтому вот какая-то часть веселения двинулась сюда один ближе подошел другой идет мы же у нас разный совершенно потенциал поэтому говорить что он слабый этот силе нет у него изначальный потенциал во первых отягощение у него вот столько кармы у этого вот столько но господь всех зовет он говорит я могу простить всех если ты идешь изо всех сил главное условие суда движения если рисовать график абсциссы ордината то получается что вот график восхождения с ускорением кривая второго порядка каждый следующий день должен быть быстрее потенциал растет значит ты можешь двигаться быстрее максимально вот рисует график максимально человек должен двигаться не так не так не так а где-то он близко к этому пусть иногда бывают провальчики сбрасывают тебя тьма ты опять возвращаешься вот это и есть устойчивое движение вперед если график вот такой максимальный значит вот допустим это час икс когда начнутся очень грозные события в Библии они описаны в 24 главе Матфея такой фразой и наступит такой ужас на земле которого от сотворения мира и до конца никогда не было и не будет ради избранных Господь сократит те дни это цитата обдушевлен об этом тоже так пишет что из-за того что человек натворил столько зла зло большее будет пожрать зло меньшее что такое зло большее то что вам не нравится то что творится в верхах а зло меньшее это мы те которые все таки являются злом и нас давит это большее зло как бы вынуждая либо идете к Богу и получая защиту вы начинаете выходить из-под давления козлища либо они растопчат копыты берутся и западают никуда в этого нигде не идти потому что Бог защищает только верных ему людей которые идут к Нему а не против Него и в этом нормальная логика и справедливость так вот когда-то в 1994 году когда у меня началось буквально полгода прошло ну может быть около года я сказал ну хорошо я начал движение я все понял я уже не остановлюсь но кто придет ко мне ко мне сказали что примерно в 2004-2005 году начнутся начало событий а потом конец будет когда тебе не надо знать да был и цунами в Таиланде были вот комета это Вифриемская пришла как и ученые даже не могли понять что это такое что излучение природы непонятной которая несет катастрофы и прочее так вот пришел этот момент скажем в этот 2004 какой-то другой год X к этому моменту я говорю что человек пришел скажем в 2005 году и раньше и позже и вот допустим в 2011 или 2012 придет какой же у него шанс если у меня вот такой шанс был а у него скажем по отношению ко мне там десятой доли нет у него же шансов нет тогда а мне говорит нет вот если он пойдет с момента призыва максимально вверх и этот и этот будет зачет когда он услышал понял и пошел будет зачет даже если он сделал в абсолютном измерении вот столько а кто-то может быть сделал вот столько они равны будут и пропущены в будущее главное что человек должен работать по максимуму не просто правильно а правильно и быстро надо идти это условие души написать он пришел ко мне не сразу а где-то спустя года полтора после того как я этим заниматься начал у меня не книга запустила а меня обстоятельства запустили я когда очень многие неприятности испытывал я же все понял ну почему у меня столько неприятностей особенно первый год этого кошмара какой-то на одной все близкие друзья смеялись вот а я понимал что чтобы быстро идти вверх принцип аэростата работает что такое я я грешник с сотнями сотнями тысяч грехов с прошлого каждый грех искупается через страдания царство небесное принимает людей которые от этого избавляются следовательно график избавления был очень жесткий и неприятности это как мешки с песком баланс бросить это значит пережить неприятность а я просил максимума и мне его дали поэтому когда надо мной смеялись я молча сопел и шел вперед не обращая внимания хотя было очень тяжело в одиночку под этим давлением идти но зато меня и расстат быстро поднимался вверх потому что было и смирение быстро понято и страх ушел я не боялся смерти потому что первый же мой диалог меня вывели за пределы материи говорят что ты боишься я вышел за пределы тела я его увидел сказал вот твоя смерть можно сказать ты только не отделен еще а при смерти ты отделишься вот твое сознание духовное оно вверху а тело твое остается оболочкой то что является телом не есть потеря жизни потеря жизни если от Бога откажешься от отца своего тогда духовная жизнь прекращается и вообще никогда больше не будет жить вот это и смерть поэтому духовная смерть все другое даже дух человеческий никогда не умирает он вечный просто у него могут отнять путешествия в сознательность и вернуть туда откуда мы пришли в тусклый спирт и тек и все когда ты будешь не понимать кто ты ты бессознательное существование на уровне животного почти вот а ты хотел стать человеком ну так становись не хочешь пожалуйста воля твоя тогда иди обратно только то что ты тут натворил ты сначала искупишь и отработаешь все что ты тут сделал железно от этого закону и уйти не может и вот поэтому принцип вперед и вверх с максимальной возможной для вас скоростью мне задают вопрос а как определить максимально или нет у вас настроение и ощущение должно работать если вы победили в своих мозгах тьму тогда тьма вас не может вести в состоянии лжи и душа ваша постоянно ощущением зондирует ваш путь и говорит прав ты или не прав вот эта радость посещает и говорит какая вы радость мне так хорошо смотрю у меня потери земные и здесь и здесь и друзья от меня отвернулись некие преданные против меня живут и интригуют я говорю ну и что они выбрали свой путь а я выбрал Бога судят меня мое персональное дело рассматривается а их персональное дело будет рассматриваться не мною Богом Богу суд как он говорил я вас дам вас вас дам оставьте суд мне я живу так по этим словам это совершенно другая позиция к миру никакого отношения ни обиды у меня нет ни раздражения у людей просто иногда печально смотреть на лентяев которые все знают и крещены и поддержаны и ничего не хотят делать и только конючат и конючат помоги вот это а своей работы почти нет вот так вот что-то возня какая-то идет и все и вот вот там два-три с ними возишься потом устаешь в конце и говоришь да что же вам помогать если вы ничего не делаете вы где видели школу где обучитель за вас делают уроки вы должны сами что-то научиться делать это нужно вам не полгода и не год вы живете уже несколько лет в теме и до сих пор не научились собственные проблемы видеть и решать но так решайте сами вот поэтому говорят очень важно понять принцип этот в этом и есть справедливость что любой приходящий на этот путь какой бы момент он не пришел он должен сделать максимум возможного если начнет лупить судьба серьезно если она вызывает у вас и тревогу и раздражение и обиды значит вы теряете высоту но в крайнем случае обратитесь я могу подсказать помочь но если это происходит регулярно я честно говорю от человека от этого отворачивать потому что он кажется тяжелой работы из болота тащит бегемот он там застрял и собственными ламками шевелить не хочет в этом болоте а тогда что его тащит царство небесной силы берется так и блин и писать что еще какие вопросы Людмиколаевич вы меня не подняли такой вопрос то есть эти души в момент катаклизма вышли ну как такие любые вышли уже Бог забрал но в тот момент находятся души которые ранее отрабатывают срок там уже да которые умерли в теле да совершенно верно то есть получились души вышли в момент стихийного бегства и души которые уже там есть система так и остается вы о них беспокоитесь я говорю о том что не только светлые души остаются но и где суд идет везде и по постороннем уровне те кто здесь жили ведь очень много людей хороших погибли и за веру есть погибшие и за правду и за страну которые были погибали и так далее там же тоже ведь смотрят кто перед ними и те которые ну признают их там правами они оттуда тоже попадут в новую жизнь там тоже идет свой суд на своем уровне так что сомневаться в этом сомневаться в справедливости Господа когда у меня на такие мысли возникают что же ты делаешь кто-то в Бразилии или в Африке какой-нибудь ну абсолютно такой хороший негр будет забыть да нет если такое что там найдется он обязательно будет найден и вызволен оттуда пути Господни хоть и несповедимы вот такие нам они несповедимы но никто не будет забыт и ничто не забыт и главное чтобы ты достойный этой помощи был и тебя найдет судьба и приведет тебя чтобы ты хоть раз это послушал чтобы что-то почитал а остальное запускайся да что-что на постоянной основе лекции я не читаю вот лекция скажем ну если исключить Петербург я был по-моему два или три раза там в прошлом году почему-то не знаю в Ярославле это первая лекция за два года по-моему последний раз была в Рязани год два назад или девятый в десятый год ну есть да они здесь есть их немало из разных городов приехали лекции редкие сейчас бывают но что можно сказать что то что вот я провожу иногда семинары краткие если народ набирается какой-то к чему это ведет к тому что человеку дается возможность и подчеркиваю это не гарантия это только возможность как и вот читаешь иногда из такой Иоанн Сирин по-моему или Иоанн Дамаскин это вот из пантеона таких значимых людей из прошлого они в своих трактатах писали что крещение не искупает грехи оно приоткрывает путь Господу что такое крещение его функции еще раз повторю вот воля Божья а вот заблудившееся человеческое существо в теле и мозги его блокированы но он очень душой хочет он состоятельен в духе тогда крещение приводит к прорыву вот этой блокады к нему как вот грязный глубокий колодец бросается канавка которому можно лезть вверх и воля Божия будет экранировать тьму ту которая непосильна для борьбы этого человека и он пойдет есть какое-то нашествие будет конечно тьма сильнее чем персональная воля человека но воля Божия бесконечна по силе теме тьмы в этом и суть крещения что она его прикрывает от непосильных скажем таких сражений и туда посильнее оставляется человеку но оставляется зачем чтобы но он же тоже должен отрабатывать он должен становиться сильнее и слабого человека становиться сильным в духе поэтому дается ему тренинг что какая-то тьма его все время не кусает чтобы ты ее побеждал об этом суть крещения вот еще раз говорю если мы в эту гору в духовную так и не взошли за многие свои времена то теперь за короткое время нам такой вот экстремальный вариант быстрый верх идти сколько успеем столько и дойдем за короткое время мы должны ликвидировать отставание за многие многие века поэтому и трудно альпинистам намного сложнее чем просто туристов которые по холлам ходят или лезть на ответственную стенку какие еще вопросы скажите пожалуйста а вы не смотрели с кого-то из нашего мотива вы не смотрели нет не смотрел ух тут читать надолго целая страница кто-то задавал вопрос уже лучше быстрее будет что время не так полчаса еще осталось если наберете форум как говорится вот там где девочки литературу распространяли подойдете все вопросы там ладно а чтобы тут время литерей сколько из Ярославля людей которые идут по этой дороге можете сказать еще раз я думаю что не повлияет я объясню почему по-моему Бисмарку приписывается такая фраза каждый народ заслуживает своего правительства я с этим полностью согласен если люди живут в грехах почему Господь должен облагораживать обстановку а люди будут продолжать воевать с Господом вы видели где-то в этом справедливость обычная чайская логика почему такие люди должны защищать защищены быть от зла я рисовал что все наши грехи соединяются в общие эти океаны грязи мы сопричастны этому еще раз говорю выходите из этого процесса уходите лучше в свет уйдите по природе любой из вас по природе свет почему в вас свет сдался тьме и продолжает брыкаться против света продолжает любой грех любая отрицательная эмоция я уже не говорю о делах и словах есть война со светом сейчас свет объявил войной тьме и сражение это подходит к концу и все что не будет со светом в соединении будет сжато и выброшено во тьму внешнюю это не якуль это библия говорит будет плач и скрежет зубов тем людей которые относительно нормальны они поймут ведь их звали сюда они не при налевции приходили но и проигновировали а потом когда корабль космонавт у меня уходит а планета обречена вот это плач скрежет зубов будет такое отчаянное потому что они прошли мимо единственной возможности спастись но это их право я же говорю рекомендуемого не заставляю не имею права человек должен верить во что во что он сам верит я стараюсь рассказать что происходит рассказать суть религии что настоящая религия это служение Богу своей частотой и ничего другого нет остальное это попытка все ваши догмы которые в головах сидят и по религии и по науке и по быту разрушат развалить и дать вам нормальное правильное что вы ориентируетесь в этой жизни потому что правиль ориентации в этой жизни нормальная нравственная она дает восхождение изменения судьбы в лучшую сторону хотите вы идите в этом направлении не хотите вы меня абсолютно этим не раздражаете не обижаетесь вы это не принимаете почему потому что это ваше судьба она в ваших руках только в ваших ни в чьей груди и вина только я говорю неправильная позиция каждого из вас недаром народная пословица говорит лень мать всех порогов лень порождает невежество невежество ведет не понимая обстановки на земле есть небольшая часть людей которые мне говорят мы благодарны за что мы понимаем все что происходит на земле и теперь мы понимаем что несправедительная земля не существует каждому свое как на воротах даже будут наниматься на очень нехорошего учреждения каждый получает свое это откуда взято это изречение из Данте Алигьеви божественная комедия это на воротах ада написано каждому свое ад кто устроил ад устроили люди не Бог устроил эту грязь на земле Бог подарил людям чистую планету когда-то породил нас в духе и сказал живите плодитесь размножайтесь и много что другое ну вот и пошло все садам и ев что нарушен закон и чем дальше тем хуже а теперь мы пожинаем то что мы за огромное количество времени натворили на земле и теперь выход только один либо найти в себе эти силы на борьбу и уходить из этого болота либо пасть к смерти как говорится не очень хорошая здесь не только в духе ой не только в теле здесь и духовное вычеркиваем идет то есть человек в духе если он даже в такой критический момент при такой поддержке и по таких знаниях не желает бороться за себя значит он в верхнем мире не нужен и никогда там не будет он существо которое не достоин этого высшего мира он не может жить в этих высших вибрациях они требуют чистоты и огромной активности поэтому Абдушин во втором томе в главе 6 пишет что на земле выживут ярко-фиолетовые фиолетовый цвет вот ауры это правильный цвет такой можно сказать а яркий цвет это человек и просто правильный он очень активный от него кажется вот исходит вот эта сила он не просто правильный очень активный в этом есть духовная активность яркость и прочее аура если бы ну чтобы понимали что такое по чакрам я сказал что это рассеченный белый цвет и люди которые дальше чакра никуда не пошли это значит они себя в этом грязном астрале и думают что они какие-то гуру а вот человек имеет тело мысли чувства и так далее вот эти оболочки в том числе и духовную основу то есть дух намного больше чем тело не дух в теле а тело в духе поэтому смотрите каждое излучение имеет свои оттенки вот если человек вы помните физику угол падения должен равен быть углу отражения вот если человек правильно своими оболочками отражает свет то есть он правильно их транслирует получает и транслирует правильно у него аура изумительной красоты для человека это ярко-фиолетово если же он скажем на уровне мысли искажает что-то или на уровне чувств начинает появляться грязно-желтые коричневые там серые потоки это ложь это неправильность и даже по одежде иногда можно определить человек он безвкусно одет крикливый иногда богатый но смотришь диссонанс и если даже не одежда а выдает тело походка неправильность смотришь тело молодое красивое подтянутое а походка вульгарная думаешь некрасиво движение танец некрасивый в голосе интонации некрасивый хотя говорит правильно это все регистрируешь чувствуешь все и уже мгновенно возникает полное впечатление о человеке даже если он далеко от тебя думаешь какой сканер хороший не надо время терять а значит с этим человеком никогда путного ничего не получится книгу сканируешь и чувствуешь грязи немного неправды много это такая экономия времени чтобы не лезть туда куда не надо поэтому душа и время экономит очень многие полезные вещи делает она прокладывает дорогу и моя задача главная не учить и курировать человека с утра до вечера я не имею права жить ни за кого из вас а научить и открыть человеку душу работая над собой уничтожая вот эту грязь вы соединяетесь своей душой а душа это свет и она вас точно приведет туда куда надо и мозг говорит надо так надо выгодно вот так делать как все а душа говорит не хочу меня почему-то тянет сюда идешь туда куда надо и получается прекрасно идешь за мозгом и проигрываешь и тогда когда я научился ходить по душе у меня стало все получаться малейшее ощущение отклонения но тут стыдно становится шаг не туда а вот надо сюда как локатор с закрытыми глазами но душа тебя ведет вот этот локатор главное чтобы он в вас открылся в этом и суть когда человек перестает быть ведомым он сам себя ведет в правильную сторону тогда можно сказать аплодисменты этот человек уже достойно называться человеком он самостоятельный он пошел правильно а значит за ним можно быть спокойно ну что какие вопросы еще у нас 15 минут сейчас а сейчас мы хотели что вы имеете о крещении когда ну давайте по крещению еще немножко вернемся раньше значит в начале христианства крестились люди только сознательно люди в 30-40-50 лет приходили к сознательному крещению понимая что это такое и что при этом происходит то есть произвели соединение с волей Божией зачем это тебе дается почему ты этого захотел потому что я взвыл и сказал господи помоги мне вот и пришла помощь но если у меня истинно серьезное стабильное желание бороться с грехами и все-таки воссоединиться с Богом тогда я должен бороться а без крещения это невозможно вот крещение тогда показано а в другом любом случае она ничего не дает даже если она настоящая и сейчас редко священник найдете который действительно умеет крестить крещение это не назначение должность крестителя этот человек должен быть очень чистый очень состоятельный в духе и стабильно быть таким к сожалению это большая редкость сейчас даже в рядах храма потом вот у меня Библия есть на одной издании там в конце аннотация что раньше было вот так и Иоанн Золотову и некоторые христиане не крестились только сознательно но потом крестить стали всех подряд чтобы увеличить количество вот как члены партии чтобы взносы были даже очень заинтересованы были корпорации которые потом назывались конфессиями в количестве членов тогда влияние большое на общество и так далее там совершенно другие интересы уже не духовные и потом крестить стали всех кто приходит крещение детей что это такое лучше когда это делают родители ко мне иногда обращались я говорю мама и папа должны это вхотить в обход не надо родителям потому что они должны быть сами сильные родители должны понимать зачем это ребенку нужно даже если крещеный ребенок если родители несостоятельны в духе они ничего не смогут сделать ребенка подавить тьма это бесполезно вот а волей Божией есть свое достоинство она никогда не делает того чего ну что бесполезно она просто так вот не идет туда навстречу где-то не нужно где-то лентяй и так далее поэтому по-настоящему крестить если уж ребенка тогда и родители должны хотят понимать что это такое общать маленькому малышу даже новорождену это показано он тоже душой соединяется потому что он только телом маленький а в душе духом он такой же как и мы все очень старый можно сказать по земным меркам он пришел миллионы лет назад на землю вместе с нами и путешествует в данном случае ему дано быть право и вариант жить в нашей семье вот он родился помогите ему стать человеком чтобы вы помогли ему стать человеком стать сами любви сначала в настоящем смысле это слово кто-то там вставал молодой человек решили, пожалуйста встать на смирение где-то он у нас черный мудрозовый смирение смирение ну я уж не помню какая глава там наверное вот есть законы творения там есть закон воздаяния или закон как его карм называются я уж не помню это по-моему в первом нет во втором на антопе вот там скорее всего вы найдете суть смирения суть смирения это подчинение закону то есть я душой не мозгами или я говорю господи на всю волю твоя я грешница я тут не то съела не то сказала целый день вот так может человек это все не то не вот тут трепыхаться не руками махать надо а вот душой ну скажем даже спрашиваю мне посты нужны если вы толстый человек может показано я не подчинь почему а потому что все что я ем у меня хоть я мало сейчас двигаюсь у меня уходит энергетики очень много даю вот вовне я живу у меня клетки вот так работают обмен веществ идет очень мощный быстрый поэтому я не боюсь растолстеть я могу и съесть много могу немножко даже выпить я просто хорошие напитки пью очень хорошие но немножко конечно когда это же невозможно как это вы можете пить я говорю а в библии написано что Иисус Христос пил со своими щеками вино потому что вино кто знает несет в себе антиоксиданты хорошее вино натуральное оно продляет жизнь клеток и некоторые другие моменты поэтому в меру выпить хорошего вина и тех чернил которые часто продают могу сказать что сейчас навряд ли вы дешевле тысячу рублей найдете натуральное вино потому что по тому как опирает продавцов кто этим занимается сколько они несут запрат на таможне всякие еще где-то там пошлиные эти уже официальные пошлиные плюс своя прибыль плюс арендом магазина как-то грузин какой-то рассказывал у вас говорит как это кабернет продают миллионами бутылок у нас говорит вообще в Грузии это кабернет грузинская говорит ну может быть 600 кубов всего это причем большинство остается в Грузии туда мы продаем уже второй третий отжим откуда у вас там миллион бутылок это же просто продаются какие-то растворенная химия действительно ты идешь в магазин надо взять вина хорошего иногда дома выпиши как-то немножко по первородному греху полегче становится и приходится сканировать смотришь даже дорогое вина и ощущения оно нехорошее оно химия какая-то ходишь слушаешь вот это ничего внимательно раз-раз-раз берем то есть опять же душа выручает поколение поколение вы какое имеете ввиду дети ну я еще раз да ну давайте постараюсь ответить можно но я вопрос понял да я вопрос понял вопрос такой хороший почему наши дети такие инфантильные и скажем так не хотят слушать призыв я вчера тоже заделал вопрос на телевидении дело в том что еще надо начинать с родителей потому что убедить ребенка если же мы его упустили очень сложно у меня же слово есть тоже с дочерью я сейчас 40 в этом году исполняется летом когда я начинал 18 лет назад она была ей было 24 но к тому времени это же сложився человек 24 года мы в принципе вместе она загорелась когда у меня это пошло она тоже у нее где-то надо с полгода такие данные были я помню когда едем на машине и останавливают ГАИ нас а у меня тогда новичок был это был 69 нет это 89 год был и водитель этот милиционер останавливает меня и говорит у вас знак что вы новичок а вот у вас право выданное чем меньше года вы не имеете права ездить после 12 часов знаете да такой закон но был по крайней мере я раньше такой был сейчас не знаю и он на основе этого закона говорит ну штраф там такой такой и вдруг он меня говорит ну ладно я спрощаю профессионал у меня был отчим полутовская только-то он меня отпустил сажусь в машину а дочка мне говорит его накрыло колпаком меня учил все кончилось я говорю видишь ты же можешь работать то есть светом действовать там если бы я был серьезно неправ или какое-то нарушение серьезное свет бы не помог я это много раз но там когда совершенно незначительное я живу три минуты ходьбы и говоришь домой доехну мы не успели мы первый час 10 минут он казался ну прости нормальный человек мне это сначала повел а потом раз выручил раз хороший такой стал и мне несколько раз такие моменты давались когда в Франции один человек попросил помочь из иммигрантов первой волны вот там две газеты были которые пытались его окривитать а он ну скажем такой был состоятельный человек ну миллионер и в то время у меня не было квартиры и он сказал если вы мне поможете в этом случае на меня две газеты компромат или 10 миллионов значит долларов отдай или компромат на меня вылет две недели дали можете помочь а через мою ученику одного который в Париже был и я попробую и я посидел эту схему у меня как пошло все это новая это паризьян газета обсервер фамилии журналистов две женщины какая-то одна вторая от них идут нити какой-то один мужчина который любовник этой женщины и брат другой женщины ключевая фигура идет в салон в Брюссель а в Брюсселе вот этот салон политические всякие дела идут и он черпает поперек дороги и тогда я как инженер две станции перекачки устроил и обратно стал заговеть туда и избавил вот этого и через две недели ничего не было и полгода прошло вот и потом этот парень который нас собственно все позвонил ему говорит ну как вы же обещали там 50 тысяч долларов за это обещанное квартиру сих пор он говорит ну быть нам это все случайно и вот у меня проверка обида я говорю значит не положено мне сейчас рано отпускаем ситуацию не проблема вот ровно через год день в день эти две газеты его сожрали он накануне мне звонит помогите я вам 100 заплачу я говорю я вам не верю во-первых во-вторых даже внутри не хочу вам помогать не хочу непорядочным людям не хочется помогать и вот я тогда вот уже в первый год даже в первый месяц я понимать стал что человек существо очень сильное мы можем влиять на обстановку главное чтобы мы были нравственно правы и тогда свет на нашей стороне не надо ненужных денег когда мне предлагали и говорят ощущение это не мои деньги какая формула когда деньги я имею право во-первых это должен быть личный мой труд я должен работать и во-вторых этот труд должен направлен быть на благо общества что есть труд который против общества есть сигареты есть водка наркотики и многое что есть и другое и скрытое и открытое которое вредит общество и не имея права этим заниматься и деньги они рано или поздно отнимаются скорее всего даже рано поэтому эти все принципы когда они у тебя уложатся формула добра я уже говорил это высшая мера полезности вот мои потери я говорю разве это не добро что я потерял какие-то деньги в начале что меня ограбили в свое время хотя я уже в Бога верил у меня много получалось и это плохое и здесь плохое почему это все полезно почему а с меня рюкзак с кармой уходит он тает полезно полезно я теряю земное и приобретаю небесное и если ты действительно там душой у тебя нет вот этого ощущения оттягиваешь что плохо все и все здорово и хорошо чем хуже тем лучше тем быстрее я туда уйду и все и когда позиция твоя душа такая она все нормально а когда человек это думает что он душой и на самом деле мозги его привязывают к земле и он начинает от этих потерь страдать и говорит ось мне с тобой с тобой он здесь и обмануть невозможно ни Бога ни своих близких даже это видно сразу и убедить своих детей ходить за нами если ты унылый или лививый в духе невозможно ребенок за тобой не пойдет это та же так и мой ребенок сначала кинулся потом отстал а потом прошло довольно много лет она по профессии врач одна операция вторая операция я говорю смотри я старше тебя в два раза ухожу в сторону здоровья мне лучше лучше получается у тебя ничего толком не получается здоровье падает очень быстро ну почему так объяснил про эти электроны про тун врач я ее я медицину изучал тоже объяснил и формула крови и это и это все и почему гипофиз и гипоталамус не так работает почему позвоночник запирается тут и тут как это все происходит на всех уровнях объяснил очень просто и когда ей крыть нечем она говорит ну не все такие сильные как ты аргумент я говорю скорее всего лень в тебе прикается и лень пытается оправдать свою позицию ленивую вот этот змей который когда-то через ебу влез он в тебе сидит и говорит хочешь страдать страдай пожалуйста это мог убедить ребенка как вот потом она стала молча прислушиваться смотреть и все-таки постепенно начала борьбу страх победила у нее прекратилась язва желудка победила какие-то неправильные отношения к мужскому полу гинекология стала настраиваться кажется все это уже зависит от наших лиц не надо быть эгоистом не надо судить других людей у нас же когда пора встречается все здорово хорошо как расстается какие дрязные начинаются а мы должны уметь достойными к любви всегда если мы состоимся через причину кто первый уходит значит ему в какой-то степени прав или неправ но надо отворить ворота но хочешь ходить зачем насилить любовь это дело подровольное и не мы хозяева любви она не здесь командуется любовь это Бог в нас либо она есть либо нет и когда человек перестает быть достанем эту любви она просто исчезает и куда это ничего невозможно сделать а человек начинает обвинять давить тебя этим упрекать себя и думаешь ну что я могу сделать ну нет ее больше лицемерить иметь интимное отношение с человеком который мне совершенно нужен но не могу если и вот это мучение начинается кошмар вот поэтому и здесь тоже нужно правильно выставить позиция позиция как мужчина так и женщина ну что у нас время 10 3 3 последние короткие выбросы а волну подарить ну давайте давайте смотрите из тех кто в какой-то степени верит в это мне по крайней немножко это одна часть людей есть люди которые может не очень верят мне это нормально потому что многие меня знают вы если что-то опасаетесь у вас есть молитва прекрасная отче наш а вы ее можете про себя читать если вы что-то боитесь это о молитве кстати тоже нужно сказать пару слов ведь молитве отче наш это краткое евангелие отче наш я вижу эту молитву я не только говорю отче наш я вижу этот свет сверху сущий на небесах да светится имя твое разгорается свет да будет воля твоя я абсолютно в смирении подчиняюсь этой воле как бы при мне это не было какие-то ситуации не возникали ей подчиняюсь то есть абсолютное сберение да будет воля твоя да будет царствие твое как на небе так и на земле я хочу чтобы там была благодать и совершенство так же и здесь пришлось туда к нам а вот пожалуйста первая фраза хлеб насущный дай мне осень что я прошу я ни денег прошу ничего не прошу я прошу света хлеб живость шедший с небес едущий хлеб сей будет жить во век говорил Иисус вот мне этого хлеба не хватает почему мы живем во браке и мне особенно первое время не хватало вот этого внешнего локатора чтобы он выявил мои неправильности и все сразу видел а когда он не выявлял я видел свои корявости тогда я вступал с ними в борьбу то есть мне становились понятны мои ошибки я их побеждал и тем самым мне становилось лучше как видите я просил света и на основании этого побеждая свою тьму я все лучше и лучше имел судьбу вот зачем мне эта фраза хлеб насущий тайна святей а дальше простим недолгий как и я прощаю должникам своим я научился прощать эта фраза заработала а кто прощать умеет по настоящему в людях клубятся обиды день и ночь день и ночь их победить не могут люди значит отсутствие смирения торможения искупления грехов значит полна сидит на вас никуда не девается обида не позволяет человеку выморвать отсюда все одна только обида вот поэтому когда я говорю я прощаю должникам своим мы должны реально это прощать иначе мы лицемернее перед Господом этой молитвой а дальше есть такая фраза отведи от искушений и избавь от рукава она в официальном тексте звучит не введи в искушение и избавь от рукава а в Библии немножко дальше написано Бог никого не вводит в искушение и не искушается злом сам это цитата значит несоответствие двух пунктов в Библии и поэтому души над объясняют что вот если переводчик неправильно перевел одно слово вы подумайте сами что значит отведи от искушения и избавь от рукава я пока слабый начинающий христианин я только в начале тропы Господи отведи от искушения от этой тьмы избавь меня от рукава в чём смысл фразы они в виде Бог никого не вводит искушение неверный перевод есть и другие интересные фразы где тоже неверный перевод просто время стекло а вы хотели одну минуту да в чём смысл фразы в чём смысл фразы но достаточно руку поднимите кто что-то чувствовал ну не мало не мало благодарен а? благодарен ну как говорится ещё раз жизнь в ваших в ваших руках поэтому пожалуйста а? не знаю пока не знаю до свидания всего доброго удачи вам аплодисменты 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 спасибо спасибо что.. мыслим просмотрomi entry był Продолжение следует...